что у нас вкратце x ком это 2 x ком это и дон это модификация long war мы здесь максимальный уровень сложности режима рмн без сейвов в общем максимальный мазохизм страдания жуть и у нас трай хороший я бы даже сказал пока что успешный почти никто не умер только три сравнительных леминга много ученых инжей для мая март апрель май это третий месяц заканчивается мы вышли построили первую скрую в этот раз играли через первую партизанскую школу для того чтобы побольше получить получить сикфа ульт привет рубли и сообщает нету миша нету есть ответ когда дедлайн почему нету дедлайна есть только желание играть к нам прилетел террор а мы подключили 4 региона вот у нас террор есть я только начал активничать в этом регионе тут прилетела уровень адвента сила 6 у нас вся северная америка три региона и четвертый регион в рекрутинг мы вышли да сейчас идем готовимся к террору короче говоря летим на черный рынок ох сейчас будет жесть ну ладно пойду тогда куда ты уходишь ты чего тут так у надо понять что мне можно продать и для чего я бы продал по крайней мере ради им надо с 25 баксов взять да для того чтобы месть сделать давай глушитель глушитель сплавы не хочу продавать офицеры солдаты тоже пригодятся дром эти дроны тем более на на этих на гремленов концентрации вообще ничего не стоит 2 на 2 настройки 2 настройки спуска пока пока что так экстренной стабилизации нужно модифицированный модифицированный при сейчас модули надо раздать короче надо подготовиться хорошенечко сейчас по возможности но к сожалению денег то мне нет для нормальной подготовки короче давай нет возвращайся поворчал ты на варкрафте конечно но хоть посмотрел вместе с нами стоп они здесь у меня мэг сопротивление опа кажется здесь у меня мэг или не здесь у меня мэг нет не здесь соседнем регионе мэг сопротивление уэр вольф активировал при уэр вольф спасибо за подписку короче этот так называемый террор миссия которую ты по-хорошему не должен игнорировать потому что если ты ее заигноришь то весь твой регион почти полностью лишится сопротивлением и не сможет действовать еще в течение месяца то есть такой штраф очень жесткий у меня есть вполне достойные ниндзя здесь один конечно вахтер защитник искра первое приклад надо выделить какому-нибудь из снайпов которые сидят в в этом в убежище подождите пока не забыл это миссии очень жесткие такте есть приклада сером даже прикладник неплохо там сидит тебя нету да убежищах снайпы что за монтаж вчера не было террора что это первое производство мочишь да нет я сегодня стартанула же хотел совместить аж два раза или три раза эту историю рассказывал стартанул сегодня варкрафт слэш x чем подумал что смогу совмещать мне тут же первой миссии прилетает террор и я откладываю к с чем хотел в паузах поиграть ага так два гранатометчика потому что они с приказами друг другу штурмовик на секретном задании к сожалению не успели мы храмовника подключить надо двух спецов брать может даже двух спецов а подожди ты кто у нас с протоколом нападения и с снятием овера вы в этом плане одинаковые и всего один слот остается а что по штурмашу штурмаш неплохой скритами но к сожалению модов нет никаких общая проблема гранатометчику все-таки заморозка сейчас мы посмотрим какие у нас есть у меня в целом крип очень плохой то есть лазерного оружия пока нет что я все делал для того чтобы быстрее дойти до и синего экрана тоже нет дайте это партизанки вахтер более-менее готов нужно больше аптек кстати даже так будет часто на рожан лезть я бы произвел еще бронекомен поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает билетик мучить и ровно спасибо михан за билетик штурмаш скорее всего тоже возьмет жилет из на на волокна хотя скорее нужно ниндзя выдавать потому что штурмаш то выжить может пережить может а вот ниндзя вырывается на таком же полу рандоме всегда так у него топор хороший в целом неплохой ниндзя что делать то еще модули можно повыдавать персональные боевые тем более как видите здесь есть что выдать я наверное ниндзя а у него уклонение штурмовику можно выдать экстренную стабилизацию или уклонение твое уклонение наверное контактником чтобы при получении урона повысить вероятность царапины гранатометчику скорее всего там хп добавим как-нибудь но это будет опасная миссия надо моды по выдавать непонятно кому скорее начиная даже со спецов модифицированный лазерный бы выдать но там кажется есть у меня модифицированный лазерный да и расширенный магазин давайте экстренная стабилизация что много гранат недостаточно мне кажется светошумовых но непонятно куда эту светошумовую дополнительно давать ну здесь раз два три три светошумовые гренки да есть искра но искра базовая но она даже базовая учитывая то что мы ее так рано построили там же требования три ученых три инжа она должна сейчас выделяться выгодно на фоне остальных но в целом миссия какая эвакуация по запросу зачистка старт бескрытности трущобы ниндзя побежит вперед пытаясь так может мы еще бронебойку какому-нибудь выдадим нет штурмовик есть и этот есть да где все равно лазерное автозаряжение но хотя это такое себе решение всегда не будет никогда не будет использовать пистолет-пулемет с таким топором лучше кого-нибудь еще бафнуть то есть что нас ждет нас ждет три пачки врагов которые уже находятся где-то на карте мы не знаем где они находятся мы с приказом бегом пытаемся сократить дистанцию делая разведку через ниндзю и скрой бежим вперед за ними тянется остальная толпа стремимся к нашим леймингом для того чтобы им помочь сразу после первого хода появляется босс с которым это кажется снайпер будет с которым отдельная история непонятно что делать ну погнали с богом очень сложная миссия терроры всегда сложный им позиция террор там конечно нужна первичная разведка и главая возвышенность у нас еще там снайпер будет ждать у сопротивления но он такой очень уязвимый очень много домов если здесь босс снайпер то плохо потому что у нее крюк так вот оно подключение маскировочкам возвышенность игорь уткин здесь у него кстати опачки а тут есть интересный мост интересен он тем что это конец карты и что это возвышенность и что-то мне кажется что сюда надо пытаться сразу пробежать каким-нибудь леммингом чисто проверить можем ли мы не можем кажется сразу четыре человека где не вижу покажите так раз два три четыре двое простых и непростые под нами это грянка минус один этот флангуется хорошо так все первое что я делаю это и пытаюсь всеми отсюда сместиться сюда с целью убийства первого пака и забирания наверх то есть вообще против снайпера вражеского желательно держаться вместе не подставляться не разделяться не распределяться потому что ну тогда ей очень просто найти спинку и ну и штампануть вас поэтому здесь мы делаем что здесь вообще у нас фланг есть у этого товарища раз кто с чем ответный выстрел крит надо посмотреть обилки грянка грянка пистолет пулемет грянка дым пистолет пулемет дым хреновые здесь люди хреновые надо дальнего еще ушатывать бы так ладно так раз более сложный ход оставлю на на второе это два здесь грянку влево надо кидать не знаю правда кем скорее всего человеком у которого плохая пушка вот как у этого да например главное сильно не уходить в стороны чтобы не спулить еще пак то есть здесь мы убиваем убираем броню раним двоих и убираем укрытие что немаловажным снайпер к сожалению стоит так что ни черта не видит вполне возможно даже вторая грянка сюда полететь для того чтобы не тратить ход лут мне не настолько здесь нужен чтобы рисковать жизнями людей тем более у тебя пистолет пулемет и он не точный да давай погнали взрываем гарантированно одного и код самим второго отлично отлично это скорее всего фланг левого убиваем у него защита продвинутая такая что хрена с два его пробью то есть не факт ну здесь хороший выстрел 80 фланг давай не будем грянку кидать четыре хита хорошо блин надо снайперу пистолет выдавать реально у меня здесь два хода на самом деле на три хода так лучшим мне кажется надо делать светошум вот таким макаром хотя у меня фланг гонет в любом случае убьет нет этого надо пытаться убивать 57 блин лучше 76 этого есть минус офицер как щеглы разбираются да сейчас вопрос либо мы добиваем грянка этого либо мы добиваем коцем грянка этого либо мы обоих дезориентируем думая что у нас не будет но тут оба флангуют так потенциально так что лучше давать дезориентацию потому что это тоже фактически может направо уйти и флангануть я бы снайпера сразу поставил сюда это хорошее укрытие если он сейчас никого не спулит гроулер гроулер привет потому что у него с одной стороны кавер и с другого стороны кавер я думал что кошки маленькие бесшумные хищники ночью в форточку бабочка залетела так вот кошка ловила ее по квартире с граци осотаневшего мамонта разбудила меня и наверное соседи а сейчас дрыхнет отсыпается бабочку поймала ну какие у тебя претензии к коту так смотрите пол хода мы сделали я вот думаю может мне лучше с центра сместиться направо для того чтобы хорошая идея давай проверим если кто справа таким образом мы уменьшаем вероятность пула следующего пака потому что чем ближе ты к центру тем больше вероятность что ты с кого-то дополнительно спулишь и таким образом мы как бы подходим к нашим сразу с типа нужного направления поэтому давайте воспользуемся возможностью и прорашим сейчас до всеми под приказом под приказом бегом так ну вот первый ход два их мы убили герой появляется рядышком кто это снайпер снайпер или ниндзя ой меч меня смущает ой это плохая дама это ниндзя ай-яй-яй-яй так что мы о ней знаем она в замкнутом пространстве вырезает все то есть если ты ее атакуешь просто на в у нее есть возможность после твоего действия ты ее не убиваешь когда атакуешь подойти клеток на 5 на 6 и нанести удар я помню как она перерезала мне всех леммингов в одной комнате ее лучше держать на дистанции из сильных сторон беспокоящий огонь промах имеет дополнительный шанс стать царапиной и отметить атаки способны помечать цель снижая защиту от взрывов получает и от хромовников но у меня хромовников нет скана у меня нет я не знаю как она будет бежать еще две пачки врагов плюс подкрепы будут а хорошо этот передатчик убивает не фланг уже хорошо в идеале конечно и дальние тоже передатчик есть отлично ребята мы леммингов почти пока не потеряли они спокойно должны забрать я думаю мне надо наверное приказ второй выдавать сейчас уже набегом вторым этим вторым а может же быть только один да то есть я взял двоих на самом деле только один так ребята тут ситуация очень хорошая передачи конечно терять нельзя но побежали сначала ниндзя смотрим если по пути у нас еще одна пачка врагов нету похоже это здорово тогда вкладываем все силы в перемещение желательно сильно не отклоняться от намеченного курса так а здесь держаться вместе не подставлять фланги желательно то есть желательно бы этого расстрелять сзади если это возможно конечно давай посмотрим что по точности 81 хорошо давай так и я наверное леммингов реально буду наверх заводить оставшихся потому что потому что бонус по точности потому что к нам сзади не подойдут таким образом сможем более скоординированно действовать брюс устойчивая позиция крюк естественно пока не используем мэг бежит бежит этого тоже убираем может быть имеет смысл все таки сплетануться для того чтобы одна дезориентацию она кидает грянки дезориентирующие насколько я помню ты последний патч ставил что в июле нет не ставил где же она там бегает еще две пачки которые мы пока что умудряемся как-то обходить я не знаю как а вот она увидели увидели фланганули увидели фланганули ее к сожалению нужно сначала грянками по это самое о я уже боюсь вообще в нее что-то кидать ну давайте давайте уведем от него ближе от нее ближайшую цель и одну и скорее всего вторую попробуем закинуть гранат им так еще раз у нее что то есть она наверх ловится если что да ну я пробую снести у нее сначала армор леммингами посмотрим достанет она до нас будет ли резать не дошла дошла ой так а вот сейчас уже плохо так твою же шметь здесь надо на оверах стоять чтобы у него было одно действие я за счет вы понимаете вервульф дарит три прям очка спасибо димирк ффа вирус получает не 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 здесь прям всеми надо срешить ее блин возможно даже овердрайв делать погнали побежали пока нет других паков у нас есть уникальная возможность попробовать босса учитывая то что у нее нет молниеносных рефлексов попробовать ее максимально пострулять понимаете максимально но главное не делать это в рамках своего хода потому что это это опасно это просто опасно мэг подходит на форсаже да все подходят у меня задача еще не просто к ней подойти у меня задача уменьшить площадь соприкосновения короче говоря с врагами возможного соприкосновения так скажем поднимаемся ну все здесь ничего делать нельзя здесь мы делаем овервотчи 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 и надеемся что она не перебьет нам всех щеглов погнали ну выпад убийцы три слабенько ну ребят может постреляем не нет нет я не тебе говорил месть сразу баф ой там сразу 4 3 2 2 3 2 2 это 4 еще сколько у нее там хп сняли 40 я слышу пак змея второй пак две Змеи три Змеи и сразу на этот ооо на передатчики они оттварим ай-ей-ей надо за передатчик врываться А то вот половина хп уже Так, ладно, лейминга потеряли Это не страшно На самом деле не очень хорошо, но Я бы здесь начал уже врываться Вайпер, топор, раз Надо помогать передатчику Надо кого-то сюда снаряжать Ну, я не знаю, кого Вот так вот можно сделать Блин, или как-то попробовать все-таки Штурмаш не успевает Ну, надо врываться ему тоже Сюда оторваться, видимо Ран-н-ган, поехали Дверь открыл мирный Блин, сейчас, может, третий пак увижу 90-50%, да? Давай глушим сначала его Осталось дальнего убийц Я бы закинул гренку Я бы этого товарища снова попытался На оверах подрастрелять То есть спрятался бы, чтобы не получить Леща вот так За кавер И снайпа тоже спрятал бы за кавер Здесь бы ворвался Помог, естественно Но А может мы его спровоцируем На перемещение сейчас Но я имею ввиду Встанем на овер И закинем гренку в него В нее Пострелять тут можно многими Так, это минус Это, скорее всего, минус Здесь мы попробуем Скорее всего, дезориентацию Не уверен Не, я что-то думаю, что надо попробовать То есть Ставишь овер В любом случае, да Ставишь овер Даже так ставишь овер Здесь гренка ориентировочно Метку на нее поставить Например, еще Чтобы все попадали Но мы реально ее Чуть ли не убить сможем Сейчас в рамках одного хода Гранаты как раз Снимем Сейчас, наверное, я еще Сдам приказ на крит У меня есть Получай 20% крита всем Погнали И, пожалуй, пока все Погнали Так Смотрим, как сработает Снимаем броню Тригерим ее У нее нет сопротивляемости к урону И она Оп Три Три Ну Три Все Все Животубийца Ай, искру Я не могу добить ее Отстреляна, короче Ха-ха-ха Нет 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 Ниндзя Врывается Добивает Этому Змею Лутает Пусть И шпак Только на ютуб Нас с ютубом Проблемы Так, ядро Лерри Отлично Это на вторую На вторую Этому Ну все Погнали Она полный ход Сейчас делает Вэпт Убийца Сейчас искра терпит Ай-яй-яй Сейчас еще выстал Может быть Она спрыгивает вниз Убивает Леминга Ладно, хорошо Нет, в целом В прошлый раз Она мне перерезала всех Овер Нормально Отрепт Скоро будет Так, где у нас там Штурмаж 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 Здесь, да Я к тому, что Надо снимать Овервотч Сначала Видимо Вот так То есть Мне нужно И фланговать А где Ой Ладно Две клетки Показало Что Типа Я сорву Овер 63 Скорее всего Этого Дорезать Надо К сожалению Я не вижу Давайте Закинем Гренку Все-таки На Змею Чтобы Убрать Давай нормальную Гренку Сейчас надо Придумать Как эти 5-6 хитов Снять у босса Чтобы не было Ответки Лучше Наверное Даже издалека Не Хотя Она может Запрыгнуть И еще Порезать Мне кажется Надо будет А сколько Ниндзя Врывается Кстати Вопрос 7-9 Вообще Без шансов Да Убивает Ну да Давай Тебя на овер Поставим На всякий случай И приджоним Еще Кого Нибудь Тоже Чисто На всякий Случай Ну вдруг Там Царапины И надо Будет Добить Донанести Два Удара А Эту Подругу Мы кем Нибудь Или Мэком Лучшим Посмотрим Сколько Мэк Нанесет У нее Пушка Вообще Жесткая 4-6 Не получается Слабенько Там Змея Приходит Себе Это Мне Не нравится Ладно Здесь Вайпер 63 Промах Больше Этот Вайпер Беспокоит Ну ладно Видимо Видно Не судьба Погнали Попытаемся Убить Убийцу Надеюсь Он там Не парирует В ближнем Бою Ребят Реагируем Она Ж Может Во-первых Не сработала Техника Спецназа Позволяет Отражать Атаки В ближнем бою Контратаковать Что за Подстава Ну это Нечестно Ну Тейка Отправляется Просто Отдыхать На Блин Почему Техника Спецназа Не сработала Кто 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 Мне Расскажет Кто Подскажет Как Это Мороже Эту Дуру Жалко Тейку Ну то есть Это Не все В общем Удары В ближнем Бою Дым Надо Закидывать Хотя Она Сюда Может Кинуть Просто Не 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 Может Кинуть Я Не хочу Тейк Потерять В такой Ситуации Опробовать Надо было Конечно Расстрелять Еще Змею Потому что Мышь Сверху У нас Тут Много Много Низковероятных Событий Типа 30 40 Скорее Все Действия Только Во время Вражеского Хода Да Классно Это Не Вражеский Ход Был Да Не Можем Убить Змею Хотя Ранить Хорошо Так Ну что Избавляемся От этого Сейчас Лечим Только Тейк О Выходит Да Ладно Это Как От чего Она Выходит Все Положили Положили Подкрепление Принимаем Но Я думаю Что Мы В такой Ситуации Должны Вообще Справляться С Изи С подкрепами Со всеми Все Леминга Леминга Послать Сюда Лечим Тейком Очень Простая Получилась Миссия Потому что Видите Мы Обошли Второй Третий Пак Может Фишка В том Что Это Работает Только На Атаку Не На Контратак Чтобы Не Было Бесконечных Атак Да Вот Это Может быть Ради Баланса Короче Надо Здесь Уйти С Места Подъема Будем Пытаться Сейчас Тейкой Волностью Улечиваемся У нас Есть Аптечки Пока Что Искра Итейка Это Единственное ранение Которое Мы Получили При том Что Босса Убили И Два Пака Убили Это Очень Круто Надо Готовиться Принимать Остальных Разделить Тяжей Если Они будут Падать Куда То Поблизости То Мы Хорошо Можем Пострелять На Оверх Чист Куда Они Кажется Левее Или Вообще На Крышу Не вижу Где Это Мэг Четыре Человека Пулеметчик Черный Стрелок Овер Уотч Сильненький Так Да Я их На Овер Не поймал Это Нехорошо Но Они будут Двигаться В любом Случае Поэтому Моя Задача Сейчас Аккуратненько Взять Лут Аккуратненько Аккуратненько Взять Второй Лут Два Ядра Ооо Это еще Две Искры Можно Сделать У меня Только Ядер Не Хватает Так Искры Немножко Назад Ну все Аверим Ну ладно Врываются Пулеметчик стреляет Раз Царапины Погнали Ой Сейчас Постреляем Главное Чтобы они Не успели Пострелять Они Постреляли Нет Мэг Врывается Раз Попадание Два Три Искра Стреляет Промок Блин Выживает На последних И так Сейчас Могут Во фланг Бахнуть По передатчику Стреляет Ой Передатчики Леживые Ладно Нормально Что Нормально Все нормально Прыгаем Сюда Во фланг Первое Заступником Есть заморозка Троих Можно заморозить Я больше Хочу сначала Сделать разведочку Убериться в том Что у нас нет Третьего пака Здесь поблизости А он вполне может быть Он где-то есть Дальше Соответственно У нас Вот эти вот трое Замораживаются Легко И просто Замораживаются Горь Легко и просто Но не уверен Что в этом есть необходимость Потому что мы их Довольно быстро убиваем Так Искра Видит одного Да Перезарядка Никаких гранат Таких вот прям Жестких Просто Даем экспу Искра сначала берет Тут фланг Еще один Два Красиво Все здесь Штурмаж Убивает свободно И этот убивает свободно Давай на разведчика Метки выстрел У него больше Ооо Не Не свободно Не свободно Где там наша Тейка ниндзя Пора врываться Родная Погнали Хорошо Соответственно Штурмаж Подходит Фигарит тоже 61 крит Так Активно 2 Это о чем Вообще Речь Можно узнать Это очень странное Количество Врагов Давайте подождем Немножко Наверное Наверное Надо идти И искать Третью пачку Что сами Они судя по всему Не доходят Ну давайте Ладно Никого Как сам Как дела Вообще Хорошо Лето Фрукты Овощи Икс В чем Нет Снайпера Я лучше Оставлю На этой Длине Ну потому что Может быть Там Ему Фланги Важны И скрубы Тоже Подвести Все равно Несмотря на Сейчас У нас Серьезное Преимущество Уже есть Если бы опять же Не было этого Удара То мы бы Отделались Реально Легким Успугом Да вот и след Нет Подожди Это мирный Убежал Просто Нет Вот Трое Это фланг Не не фланг Так Три человека Никто Никого Не видит Кроме Ну Баса Здесь Ну что Давайте Прятаться Разбредаемся Под полное Укрытие Распределяемся Чтобы не было Штурмашонда Только тоже Убрать Куда-нибудь Поближе Сюда Ждем их действия Не хочу Подходить Так Проще На самом деле Чем всеми Сдвигаться Лучше их Подождать И все Они же должны Выбегать Правильно Этот выбежал Спинку поставил Стасис Лемминга Кидает Это глупость Конечно В отпуск Вообще Ходите Сейчас никуда Не поехать В целом Ну у нас Поездки Так Полурабочие Так Ага И мэг Так И как же мне Здесь видите Мэг стоит Вот это вот Мэг Может и не мэг Ну давайте проверим Overwatch Проверим А это двое мирных Это не мэг А вот он Мэг Все Увиденным 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 Ну че Этих Заморозим Просто Проблемы Вроде Никакой Официальный Отпуск Нет Все Этих Двух Замораживаем Если не будет Еще подкрепа Хотя Должна Вроде Быть Это последняя На карте Возможно из-за того Что мы убили босса Подкрепа нет Я так рано Его просто не убивал Возможно так Механика работает Так Здесь тоже Подтягиваемся Чисто Чтобы подсветить Псионика Который И дать Возможность Снайпу По нему Пострелять Стасис отправила Скорее всего Сразу же Здесь Ну здесь Что Здесь Run and gun И врыв Делаем Причем Нужно убивать Робота Потому что У него Ну бронебойка Есть Тут Наверное Выдадим X-Pool Заступнику Раз А это же Не фланг Черт Я Вечно забываю Эту Особенность Тейка Нарезает Но мне Жалко Конечно Что она Она ранение Серьезное Получит После этой Миссии YouTube Все Сегодня Что-то Какие-то Проблемы С ним Не знаю Давай Дезориентируем Этого Упыря Хотя Он стоит без Кавера Как будто Давай попробуем Убить Может Может Это даже И все О Если бы Не Не этот Удар Спонтанный То У нас Была бы Только Ранена Искра Короче Два Ранения Всего Лишь Потеряли Правда Двух Леммингов На старте Ну Че ж Поделать Но Зато Убили Босса Вернули Ну Регион Вернулся К работе Пара Ядер Сейчас Надо Зарядить Искр Но Правда Денег Нет На Производство На 80 Баксов Нужно Да И вот Оно Ранение На 40 Дней Ужасное Скорее Себерю Мясорубку Свободные Атаки Оружием По любым Врагам Находящимся На близкой Дистанции Три Ядра Самое Наверное Важное Возрочное Возвращаю Ученого В В госпиталь Но у нас Здесь К сожалению Пять человек На разведданных Надо прям Сидеть Помогать Видимо Сейчас Тут пока Конспирация С небольшим С небольшой Добычей Увы Не получается Нашли цель Здесь Четыре дня Не трализите Цель Привлеките Внимание Адвент Не Здесь Слишком Мало Людей Для того Чтобы Привлекая Внимание Пытаться Ресурсную Миссию Поймать Это К сожалению Не то Что нам Нужно Опять Три дня Освободите Рейнджер И карта Небольшая Или попробовать Но рейнджеры Мне нужны На самом деле Я бы хотел Нашли щегла Какого-то Назначаются В убежище Да Спарк Чинится Пять Пять дней Ну тут даже Ниндзя Не помещается Видите Если мы Выдать Глушитель Может Быть Помещается С глушаком Будем Пробовать Капрала Рейнджера Вытащить Давайте попробуем Возможно Возможно Стоит Переключиться Уже На материалы Потому что Мне бы Сейчас Искры Подобываю Ну в смысле По Да давайте Здесь Материалы Плюс 170 Здесь рекрутинг Хороший Пусть Наверное Пока идет Хотя тоже 10 человек Можно попробовать Материалы собрать Пока не высокая Бдительность 290 В этих Двух Регионах Пытаемся Восстановить Численность И поймать Нужные Миссии Ну нет денег У меня там В партизанке Есть Потребность В улучшении Мне нужно Центр О безликий Безликий Окей Так хорошо Это Возможно Это трупы Точно Это экспо Точно Ютуб Можно поднять Я не знаю Это Аспирант Этим занимается Ютуб Работает Последний Месяц Полтора Очень нестабильно В плане Приема И Ретрансляции На всякий случай Говорю что Есть ссылочка На Яндекс Дзен Если у вас проблемы Какие-то с ГГМ Можно посмотреть Там Да идет Ретрансляция Вот Но Если бы можно было Продать Поднять То давным-давно Вы подняли Давайте попробуем Сейчас Ровненько Справиться Здесь у нас Слон В качестве героя Снайпера Возвышенность Есть Но К сожалению До нее Довольно Далеко Бежать Миссия По вычислению Безликого Довольно Стандартная Да Я попробую Добежать Все-таки До этого Возвышения Здесь бы Дрона Встретить Здесь два пака Дроны Встречаются Периодически Тогда у нас Будет возможность Сделать Гремли на второго И значительно Повысить Шанс На Взлом На 20 Единиц Так Слон Уже На позиции Плюс Он с прикладом Дальше Вон они где Окей Окей Продвигаемся я не обязательно после каждого хода делать приклад снайпу потому что скорее всего не будет никакого контакта в ближайшее время я должен самого контролировать совета закончились кстати советы есть советы привет а из-за этой штуки я особо не вижу что за ней советую защищаешь не кажется закончилось к сожалению пульса ты пару искал понела построить да да но денег нет сейчас мы хотя бы ядра на надыбали там одна иск родное ядро стоит 10 сплавов и 80 бабла вот 80 бабла мне сейчас как раз и нет все равно не вижу я вроде как поднялся этот полу укрытия должен видеть все что находится за но нет поближе снайпер подведу чтоб ему меньше мешали деревьям да это обломки скай рейнджера так и есть это осколки войны советую задать жару пришельцам ойдут сектоид пулеметчики синенький амигос и группа я бы попробовал штурмашей поближе они подойдут и где-то вот отсюда стригерить их а как стригерить они сейчас тебя фланганут михаил да они хорошо получается ладно ну сейчас уже до продолжить движение то это фланг что неправильно сделал опа гэгэшечка ну два дробаша вроде как близко есть урон 6 минусы кто это мимо 70 но здесь минус потому что дробаши 2 дробаша этого убьют что дело с пулеметчиком наверное надо будет закидывать грянками главное не сдвигаться вперед чтобы не спулить второй пак и все а он фланг подставил очень странно встал снайперы видят его видит обоих шикарно как как так стал то лучше грянку закинуть ему для начала так это раз ориентировочно и лут и трупы с этой миссии это самая самая такая простая простой способ получить так на одну клеточку подойдем не это бак это поражение вот он здесь стоит оказывается ну там он и когда бежал у него с анимацией были проблемы и вот видимо как как добежал так и не хочу взрывать потому что нужен лут у нас стервятник прокачан ай-яй-яй-яй-яй и неправильно отображается с этим модом он вообще не туда стреляет это здесь сидит главное что он подсвечивается я знаю куда кидать закину еще дымчанский чтобы было меньше у нее желания привет привет еще раз ли вливать то видимо первый мой привет пропустил такая тут застрял чего-то пытаюсь снайпером добивать ну что ему нужен опыт он где оказывается видели все нормально остается стандартный пак непонятно где но мы мы готовы сражаться и ощущение что из-за ранней школы офицеры стали стали больше давать пбм нет 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 далее дают в принципе больше модов но это не за партизанки просто из-за стервятника больше всего дают всего дают больше такая так формулировка в два раза вот бонус по xp особо не ощущается если честно видимо из-за того что ты проводил часть миссии в секретных операциях там тоже получал экспу ну вот а лота действительно больше планшет адвента ну при должном рассмотрении дает развед данные это правда требуется какое-то время но в целом полезная штука или загнать можно если у вас нет проблем с развед данными там за 20 30 40 не помню что лучше кажданных или планшет адвента кажется кажданных вот он следующий пак там есть точный офицер ну смысле кто-то из адвента ты побежал пулем пулем да не пулем там один безликий они выходят еще немножко стреляем ой попали с дроба шани с низкой вероятностью 6 процентов то есть 6 урона 30 процентов это забирается на крышу фулка вру этого 1 ай-яй-яй-яй-яй ладно давай наверное вот так чтобы снять 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 овер я думаю как мне верхнего нужна гренка пытаться покоцать возможно флангануть еще как-то по-хитрому того же самого офицера было бы неплохо но здесь дроба такой дистанции дроба шни 80 как-то не странно так чик-чик а ты видишь только ну раз видишь стреляем привет мистикс у нас был террор на удивление его хорошо это первый террор закрыли вы еще попробовал дезориентировать не только кинуть гренку верхнего на дезориентировать его сми нужный из снос здоровья у него вроде даже не центр был минус добыча черт бежит бежит гад нас тут дробовики две штучки поэтому мы его не особо боимся сносим какую-то часть здоровьем и скорее всего снайпом пытаемся добить я даже возьму пистолет пулемет здесь ну для того чтобы не снести у него эти пять хитов но чтобы снайпер мог с высокой вероятностью его добить 97 все готово минус только что один лут не собрал вот так в целом без ранений все нормально на защитили вычислили эффективность работы убежища возрастает собрали трупов к сожалению дрона так как не было так и нет но сейчас можно подумать над тем чтобы сплавить что-нибудь и заказать вторую искру что я хотел начать производство искр в большом количестве да слон тоже господствующую высоту теперь берет о продвинутая мобильность двоечка хорошая тема для милишников для хромовников который например скоро появится вообще у нас 4 через 4 дня центр подготовки оказывается заканчивает строительство свое и мы сможем вкинуть большое количество во-первых взаимосвязи начнем второго уровня укреплять и сможем закидывать очки способности солдатам там есть которые подкопили так бдительность 2 сила адвента 4 бдительность 3 здесь скоро надо сворачиваться так лояра прокачали офицеров делаем из спецов спецы и гранатометчики те люди которые там не особо участвуют в битве и могут там полдействия сделать и отдыхать очень хорошо становится так хабачи нужно качать тоже на получай и в партизанки у нас нет спам свободных до лут автоматически собирается конечно который не подобран в конце новая цель 3 дня но это инженер большая карта работа для ниндзи но видите небольшое количество людей и сразу возникает проблема с поиском с поиском достойных миссий глушак не можем тебе выдать там был глушитель его искры насколько помню он ей абсолютно ни к чему а здесь товарищу добавит несколько хитов им нужно надо пытаться такими собирать так что касается то есть мы храмовника получаем почти под следующий месяц дам это что за миссия привлеките внимание это нестандартная то есть есть еще здесь одна миссия которую я не могу найти пока что мы на материалах сосредотачиваюсь ради искр и пытаюсь найти еще миссию нашли что-то другом месте 5 дней освобождение региона о это почти шесть дней и разве данный дает я бы сюда слетал основной группой и попробовал запустить сценарий освобождения региона айс ярл добрый вечер друзья здрасте беляк тоже пришел кого мы возьмем на эту битву серьезно раненые тейка но основной отряд берем только понять кто с кем тут очень плохо что мне два гранатометчиков во взаимосвязи в странный что как бы они нужны вот так в другой паре но работать скорее всего даже мы погасим развед данными что развед данные у нас есть и так надежнее будет миссию выполнить таким незначительным сравнительным проникновением можно взять искру ради экспы у нее двух хитов не будет хватать но это не настолько прям жестко у тейки надо будет убирать шестой все равно не помещается ладно давайте анеквип состав неплохой тем более у нас есть морозка здесь мы можем убить первый пак почти сходу сразу блин надо еще лазерное к лазерному оружию вернуться потому что я там делаю инвестиционные исследования но но а у тебя два гранатометчика здесь чего это вдруг специалист конечно набрать ну выдавать модифицированный расширенный рейнджер все равно мне нормальных нет пбмки на взлом тоже кажется нет блин него мобильность никакая ему лучше пистолет-пулемет выдать иначе он совсем отставать будет и так ниндзя специалист гранатометчик заступник искром с проникновением да или еще одного ниндзя возьмем чисто чтобы он может поместиться просто и он не помещается тоже сейчас перепроверим разведные развед данных много хорошо незначительный прорыв проект аватар продвигается опа а здесь сил адвента 4 бдительность 2 если бдительность будет один то может террор пролететь здесь пока материалы добываем но 10 дней мы продержим если продержимся 300 баксов будет давай-ка глянь пожалуйста что по лазерному оружию возможно стоит сейчас правда у тебя технологии исследования два дня до лазерное вооружение ну вот за семь дней мы и сделаем и у нас плавов хватит и денег скорее всего хватит возвращаясь на скан на верхнюю миссию в результате у нас уже три миссии две из них такие мелочевка эти попытаемся забрать эвакуация випа а почему потому что сводите важного пленника рейнджера 10-12 до карта небольшая ладно посмотри где ивак опасная миссия но мне нужно рейнджер я уже хотя может быть мы все-таки после продержимся 10 дней штампанем там две-три искры начнем их добавлять в каждый отряд по одной по две штучки и как-то может нормализуется но но это очень опасная миссия не просто из камеры вытащить надо 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 машине подойти но ивак очень близко о его очень близко мы в пол хода уходим то есть вип выходит в один ход мы выходим в половину хода пытаясь бачком главное дойти сейчас до ивака ой уже и уже пачка да здесь посмотрим куда они уйдут посмотрим а чего при низкой бедительность террора за не наоборот должно быть да есть один террор который срабатывает при бедительности 1 из селя адвента 4 но это пороговое значение 4 плюс так скажем не дают мне отсюда пройти людям а я бы хотел раскакивать слева гораздо более опасно ладно давай на пол ходиком здесь 2 и дрон все точно отсюда валим пофиг слишком высокая плотность ну два пака и дрон это уже больше половины карты на этом пятачке у нас вероятно что появится окошко я проскользну довольно низкой пытаемся сейчас расшануть потому что время так ограничено возможно даже сейчас через центр побежим потому что мы знаем приблизительно где враги и то что у нас времени так много блин здесь дрон и непонятно куда он пойдет но я бы резко влево уходил все равно но я потерял его из виду рискую сейчас да он пошел в другую сторону более на что ж такое что ж не везет а так мне туда тыкнулся сюда тыкнулся тык мык ну и третий пак там на 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 этой стоит еще врагов вижу что мне делать пытаться проскакивать плохая идея там дрон еще висит они могут сейчас на меня пойти ладно давай блин это еще одна пачка главное чтоб сейчас не перекрыли сейчас самый опасный момент миссии эти идут перекрывать ай нет стой стой блин далеко идут перекрою сейчас увидели да увидели капец ну там закрыто тут закрыто везде закрыта минус ниндзим ну как так по всей карте ходит все перекрыли просто все перекрыли да не арии умираю просто и все я хзм там милишники меня будет видно здесь мне не будет видно по какой-то причине знаю по какой но ты их не остановит этот ворвется ударит еще опция назад бежать и крутить круги но у тебя 12 ходов пытаться здесь выжить но здесь ты не выживешь да вот этот ход ну во первых сейчас я дернусь мне овервотч 50 плюс процент промахнулся здесь милишник но мне некуда бежать надежда на то что потеряют из виду но они они не потеряли извин жуткая стечение обстоятельств жуткая то есть я увидел 1 2 3 4 5 и вот от пятых не избежал не спеши мог подождать потом уже бежать не мог этом с нормально подождать потому что на подкрепе боя отдался уже 12 ход был плюс дрон улетел он возвращался перекрывал мне дальше ты же видел куда они летели а еще на освобождение региона шесть дней минималка причем такой миссии нельзя пропускать у ну давайте второй третий состав собираем здесь мы можем даже попробовать взять числом и возможно я даже все равно закину закину разведданные сюда чтобы всемиром пойти видите не помещается уже один товарищ мне так да наверно так ну два штурмаша ниндзя два гранатометчика просто лезть и лезть вперед похоже спец же не поместится помещается спец давайте спеца тоже ради ради экспы возьмем плюс захватить объект это значит что специалист пригодится а нет спец спец не не это самое не зашел нужно убрать видимо дым там одного предмета не хватает для того глушака нет но ниндзя меньше всего нужны гранаты тем более когда у тебя два гранатометчика ему наоборот иногда даже они мешают так как нужна мобильность поэтому да вот так оставим шесть дней и все скорее всего я прекращаю сканить сейчас проверим если у нас соло там ниндзя на на выполнение каких-то миссий еще через два дня будет я к тому что может поставить на рекординг не париться или даже на материалы здесь мне очень не нравится уже сила адвента и бдительность нужно готовить готовить место куда полетим наверно сюда там села адвента 1 бдительность 2 центр подготовки у это хорошо расчистка идет инопланетные обломки мне сейчас важнее чем экранированной катушкой но надо уже делать перед новая цель где что какая один день помешать разработкам ответный огонь бдительность слишком мало времени осталось материал материал не совсем на максим работает видите здесь 10 они 13 здесь тоже 10 они 13 по деньгам увы так инженерный плюс и лазерное оружие пошли лазерные я задержал дико но учитывая то что у нас сплавов до хрена и лире правда мало или надо ядро будет одно разобрать кстати я смогу сделать много лазерных пушек это уже хорошо так новый лейминг обучился партизанки погодите я пытаюсь понять пытаюсь понять регион все еще хорошие правда уровень уже 7 адвента кстати силы скоро милишные мутоны появятся на седьмом или на восьмом они появляются лазерного оружия нет я магнитку когда-то делал под них пытался сделать еще одна цель четыре дня эвакуируется большая карта на сюда как раз ниндзя должен лететь на такой тайминг новый новый ниндзя привет алмаз 124 гол добро пожаловать на стрим набираю миссии он сил адвента 1 бдительность 1 топовый регион для активности надо здесь четверку поймать и и свалить вообще в в эвакуируйте випом большая карта инженер двух инжей можно получить это очень жирно лучше конечно ученых на данной стадии но инжи тоже прекрасно быстрее раскопаем больше сплавов и лирия получим и будет кого назначается в реле питания и в другие штуки типа в зону испытаний в то же самое связной указал на местоположение випа застрявший где-то неподалеку эта миссия еще более сложная чем та на которой я потерял нельзя только что крыша крыша ой кажется мне все по крышам да сейчас проверим это большое здание почти до конца добегаем так ладно давай где ты тут вот отсюда да раз никого не торопись так два никого хорошо раз-два ниндзя идет на разведку что невидимый на этой миссии это вы видят как только мы в увидим врага то они нас тоже видят сейчас мы пробуем преодолеть смотри до куда он доходит хорошо два уже полных ходом это всегда аркада на таких миссиях всегда есть аскан нет тебя скан есть там кошка нет у тебя кошка слева люди да но сейчас мне еще одного хода не хватит чтобы дойти мне нужно половинку нужно сейчас как раз ну нельзя это доходит а вот этот нет подсветили причем не доходит пару клеток а это не ты пару клеток не доходит ты не доходишь до хрена ну вот это кстати до хрена вот это вот да ну с богом пробуем сейчас ну они сейчас меня видят змей привет спасибо не не видят сейчас проверяем да все спасли представляете как чем первым бежит вип потому что на первую агру люди пока не встают на овер тут раз два три четыре они пока не видно то есть он ну хотя какая разница вот это какой четвертый инженер у нас там нам рассказывает про армор уже про щитовика заблокировал увидели как стоит этот но я добегаю все равно кое-как на последнем квадратике он заблокировал лестницу внизу но я был все равно в инвизе то есть я мог ждать ходик они поперемещались думаю выскочил бы натали мурс окупает себя сразу многократно потому что лемминг бесплатное обучение то 20 баксов и немножко 12 дней а инженер это извините на данной стадии 150 баксов которую он кстати отбивает за два месяца легко юни привет у нас сегодня один ниндзя сдох от террора отбились хорошо сейчас пытаемся дожить до денег чтобы штампануть искры на следующий попутно делаем лазерное оружие 4 региона ладно давайте 1 конь ниндзя я сделаю прям вот назначение расчистка сплавов конечно же это очень хороший источник денег из сплавов как раз сейчас будет две миссии на освобождение регионом о снижение стоимости контакта давай дадут еще контакты мы можем хотя ладно ответный огонь ивент 3 2 2 2 быстрее реакция подкрепление быстрее вот это важный ивент хоть и временный но важный так хапа прокачался сейчас мы проверим если у нас еще специалисты офицеры которые требуют нет все они актуальны все кого-то нашли кто-то назначается в убежище внимательно тоже к этому относимся критик рекрутингу бдительность 2 кстати вот здесь рекрутинг сработал каким-то макаром не знаю каким бдительность 1 бдительность 2 как-то бдительность снизилась непонятно почему три миссии д и снижение стояка стоимость контакта следующим регионом например 150 тут 42 ребят 42 надо убирать отсюда надо отсюда убирать людей потому что может быть а это и если я буду заниматься сбором материалов кажется прилетит так она не прилетит можно объяснить почему рекрутинг сработал скорее всего из-за офицеров он тоже влияет на рекордов то есть каждом убежище и у меня есть офицеры которые вычисляют безликих и занимаются в том числе рекрутингом новая цель где что один день устроить засаду на колонну не могу миссия очень хорошая но не могу жалко блин да жалко так освобождение региона здесь я хотел ускорять проникновение до у меня сейчас два региона под освобождение стартует ты вчера из миссии вытянул снижение контакта с ними на 3 к тому что может быть на другом регионе может быть да но там соседним регионом надо посмотреть где но я в любом случае сейчас подключить ничего не могу у меня 4 4 надо либо сделать средства связи с сопротивлением а это еще 150 и и времени требуется либо ловить пакет данных и снижение мощность не мощность сиделять это дополнительный контакт короче не забудем после этого еще очки способности прокачать искра у нас немножко подранен и вижу цель это хорошо что она открыта я сразу делаю бегом потому что да пойдем ориентировочно по крыше потому что даже с крыши я думаю вот с конца этой крыши мы сможем уже ну не то чтобы ломать объект но будем довольно близко к ниндзя очень плохо видеть здесь так но поблизости врагов нет это и хорошо и плохо погнали раз несмотря на наличие крюка и его тратить тратить не буду естественно моя задача найти врагов первую пачку и подморозить сразу же эту самую первую пачку и желательно выбрать что морозить лучше ту пачку которая наиболее сложна в плане убийства змеи слышу змей слышу это очень настораживает где-то здесь они снигают мешает блин они реально за забором где-то стоят вижу пачку справа три человека не очень опасны пока что подходим 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 а он змей вот этот пак надо морозить по-хорошему так на я спуститься то здесь не могу а могу дверь нужно от пока этого уходить влево надо 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 три змеи это прям серьезная такая угроза переместились они правее а эти уходят это хорошо там один уже с продвинутый стрелок с этими с так мэг умеет открывать дверь открывает начинать конечно продвижение лучшей линзии у него меньше зона обнаружения и и все в общем то это самое главное не меньше зона обнаружения вот они три змеи причем все три найки все три снайпа насколько я по вижу у наек такой коричневый отлив если правильно помню эту штуку можно взорвать так ну что ж что ж я не хочу вот так прям бежать сюда а влево тоже не хочется бежать ну куда то надо бежать так те флангануть могут посмотрим откуда мы можем ломануть много точек уже есть есть вот-вот полное укрытие вот отсюда можно ломануть хорошее место для 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 я ставлю себя спицы да да сейчас смотрим пытаемся их заморозить желательно не спорить при этом второй третий пока не подходят это даже лучше главное чтобы не спорили сейчас они нас да и и как видите нет больше ничего ну то есть никого нет то есть мы кидаем морозку делаем его к расстреливаем этих упырей не подходя очень никак да да погнали этот пак хоть по хитам не такой жесткий да но они ядом стреляют действительно болен с дистанции хорошо работают давай вак взрывать их не буду потому что лут хочется собираю данные сундука лазерного оружия уже очень не хватает но мы его быстренько сделан главное исследовать новый повстанец мне нужен 50 процентов конечно конечно 50 процентов еще снижаешь снижение стоимости контакта я думаю пока не стоит пытаться нет не слушайте как-то не очень хорошо а может форсажерс врубить краталусом добиваем раз молодец ким метким выстрелом давай метким глазом 89 2 промах 89 краталус 97 вот это я понимаю и еще лутецкий от мэком и лвла получил хорош ну в идеале мне бы еще ход чтобы пак не появился следующий но в целом это да так и есть давай экспу заступнику защитнику и сейчас мы невидимым ниндзя соберем лут так хорошо собираем раз или все равно глушитель собираем 2 а чё не по 2 я не пойму за поездом пак дрон подсветил что я не заметил его моргнул блин сзади могут подойти я бы встал за кавер кое-как да вот он пак пционик дрон ничего страшного если это действительно а и обычный не они все хорошо выходит из из инвиза наш друг овер и следующая пачка да ладно это сложнее не разбегайтесь сильно нет так давай их замораживаем спокойно это стреляет полу кавер хорошо убрал с фланга и все равно попадает и сильное ранение дает капец что за людям так давай-ка здесь бесплатное действие пожалуйста бросок-то пора поджицу адвент чтобы овер снять раз боли но все равно как-то надо овер справа снимать здесь я не закину не докидываю к сожалению протокол нападение можно сделать протокол защиты скорее всего нужно сейчас делать на этого на окспира протокол помощи потом сбивать протокол нападения хотя не факт что овер надо сбивать протокол нападению мы можем просто убить дрона протоколу нападению может как-то флангануть что ли этого далековато Можем дезориентировать его, конечно Да я хочу тяжем вот этих вот заморозить Специалистам убить одного Низя там одного из двух убивает Но вот с этим что-то непонятно, что делать Ну, либо забить на дроном Если рубить форсаж Опять ранение будет В актер отсюда маловероятно, что фланганет попадет Вот дистанция слишком конская Это маловероятно Я вижу из вариантов только дезориентацию То есть сократить Да это точно морозка, понимаете? Точно морозка Они в рамках одного квадрата Стоят трехклеточного Ладно, давай тогда протоколом нападения Мы перебиваем Это точно форсаж? Овердрайв Да, давайте делаем следующим образом Ты протоколом нападения А, ты не видишь еще его Понятно Тогда, извините, тогда дрон наблюдатель минус Будем ловить овер И скрой, видимо Причем подходить куда-то На рывке, видимо, куда-то сюда Погнали У нее есть защита 5 Ладно А он страшно, он еще дважды бьет Ой, плохо И крит 3% еще срабатывает Ай, жесть Да, получил я все-таки немножко Здесь пробуем перебить ему овер Хорошо Перебито Все, этих замораживаем Здесь только надо понять, что делать То есть ты подходишь Подходишь вот так Морозишь Кстати, я не посчитал количество клеток Может, не достаю? Достаю, морозим Ниндзю убивает там точно одного И заступник, скорее всего, вписывается во второго Как-то так Это два хода, раз Нет, давайте заступник начнет Пусть он его лучше Ну, сейчас в фланге Один выстрел он сделает В спину Второго фланга нет Таким образом, помогаем Давай Правда, у него, как вы видите А если этот статис уходит, то все, да? Я не знаю, есть у него статис или нет Нет статис Хорошо Все четенько Если бы О, модифицированное автозаряжение Если бы не 50% выстрела Единственный, который был Который попал То Здесь я все-таки делаю гренг Потому что этого я не убью Второго надо покоцать Врываемся там ниндзи Врываемся меком И Потом эвакуируемся спокойно Нет, все-таки убил Каким-то макаром Яхаза каким? Пусть мек добивает Но добычи там не было Поэтому все, эвакуируемся Это ветка спасения региона Первая миссия выполнена Пришлось нам закинуть разведданные Получили ранение, к сожалению Но Часть разведданных нам возвращается Луты насобирали хорошо Немножко усугубили ранение искры Но оно такое Минорное совсем Все И эвакуируем сейчас Хочу больше искр И буду делать Как только первые деньги появятся Сразу Вторую, третью Туда пару инжей Сразу заряжу Чтоб они там за пять дней Каждую искру делали И в каждый отряд по искре А потом в каждый отряд по две искры Ну такой вот у меня план Нормальных бойцов нет Что-нибудь ломанули Там не было вроде ничего Сам шок, это можно советовать Искры норм Вначале очень мне они нравятся Но дальше я не доходил Я их особо не улучшал О, повышение у Кенга Так, сейчас важно Я бы хотел их прокачать по-разному То есть Есть искры, например Которые ставят меточки Есть искры, которые стоят На овервотче Вот, например Внимательность Мне очень нравится Потому что Искра без кавера И ей единичка брони И дополнительная защита Она, как правило, вперед идет Помогает То есть в авангарде Искре на Потом у нее сторож Потом у нее Абсолютное спокойствие есть При обнаружении противника В режиме наблюдения Есть 35% Сделать выстрел Протокол охоты Какой-то еще Значит, давайте Внимательность Я по-разному их качал Специалист О, а тут, наверное Протокол сканирования Очень хорошая штука Протокол лечения Мы тоже, кстати, делаем О, у нас же Работает теперь Точно 40 очков у этого Ух Какой 27, правда Давайте смотрим, что есть Угрозы нет Зона контроля Все враги в радиусе Пятиклеток от бойца Получают штраф к меткости И 4 мобильности Очень хорошая штука Это стоит дешево Учитывая то, что ты постоянно Вырываешься с неуязвимостью Может быть и хорошая тема То есть Как только ты Подходишь к противнику Вот так вот И начинаешь его расстреливать Или к противникам Они сразу Дебафаются То есть они не могут От тебя далеко уйти В этом есть свои плюсы Безусловно А что еще Из необычных Инстинкт выживания При ранении Криту к защите Неуловимый В начале этого Боевой Взрывчатка Да Такое себе Короче здесь только Зона контроля мне нравится Из нестандартных Хорошая тема Господствующая высота Потому что он часто Работает по целям Которые ниже И наверное Я возьму Уровень повысил 3 3 обилки взял Так Хорошо Есть у нас Человек в госпитале Для того чтобы Побыстрее вылечить Тэк там отдыхает Добавилось еще одно ранение Серьезное На 16 дней Далее Денег нет Но через 3 дня Могут появиться Потому что Расчистка И надо смотреть Что мы делаем дальше Продолжаем ли сканить Здесь Переходим сюда Мне не нравится Сила адвента Здесь и бдительность 3 Я бы ушел В этом регионе В конспирацию Через 5 дней у нас появится Много денег Вот идеальный регион Куда я полечу Сила адвента 1 Бдительность 1 Давайте в конспирацию В конспирацию И немножко На поиск рекордов Двух оставим Потому что Двух можно оставлять Это не дает дебафа Ну слишком Жесткие уже Тут могут сработать Карательные операции Не хочу Можно попробовать Бустануть сейчас Строительство Потому что У нас есть Да, давай Да, да, да Сейчас искры Мне видится Что без рейнджеров Столкновения стали Более динамичными Поднимают Купные воины Ну да, рейнджеры Они же специалисты По перестрелкам То есть верный выстрел Добивание Подранили Добили Быстрее Идем Новая цель Где Здесь Найдите улику Пакет данных Незначительная Хорошая тема Дают много времени Хотя и Дают еще разведданные Если хочешь Можешь сделать поменьше И дают еще Какой-то ивент Посмотрим Сейчас Скорее всего Пойдет схожий отряд Но уже Повыше уровнем То есть Заступник Специалист Искра все-таки Гранатометчик Какой-никакой У него Только один заряд Заморозки Но Я все равно возьму Его Минус первый пак Это Тихо будешь качать Если доживу То буду Сейчас посмотрим Что можно вытянуть Из этого Искра немножко горит Ну так Каратим немножко Дымимся Бывает Ничего Так А что за тип миссии Взломайте терминал В поезде Старт в скрытности Городок Очень похожая миссия На предыдущую Я бы хотел Сем-9 Все-таки Хотел взять Снайпа Еще Ну для того Чтобы подготовить Его К К Рейду за материалами 4-2-2 Седьмой Не помещается Ну и Слава богу Так А может быть Еще очки Действия Вот штурмовик С 10 очками Что хорошего Здесь Дугомет Ветка Сама по себе Вся хорошая Я брал Молниеносный Лицом к лицу Для того чтобы Я штурмашей Вообще качаю По секретной миссии Траншейное Ружье Классное Очень классное Против Будущих Крыс Против Странников Против Массы Врагов Что Может По месту Сейчас Ниндзя Один Нет Так Ладно Погнали Да А вот сейчас Из А Нет Мне кажется И в этом регионе Мне сейчас Нужно Сворачивать Активность Тут Инж Тут Освобождение Региона Сканит Со следующего месяца Я буду здесь Ну Сила Бдительность Низкая Там Сам Бог Велел И такое Количество Людей А эти регионы У нас Такое В полу В полувялый Режим Отправляются Но вот Не знаю Что сделать Напоследок Искать Не хочу Давай-ка Лучше Рекрутинг Напоследок Быстрое Строительство Эвакуация Випом Большая Карта Ну мы уже Одного Инженера Вытащили Может быть Дадут И второго Их уже У меня Сколько Четыре Или пять Повторюсь Менять Вот такого Ниндзя Нубаса Даже В 50 На 50 На инженера Это Большая Удача Один За 20 Баксов Другой За 150 Баксов Ну и Один Легко Заменяется А второй Не очень Поэтому Давайте Попробуем В прошлый Раз Очень Повезло Потому что Была крыша Одна И мы По ней Просто Фактически Добежали Что Будет Здесь Сейчас Узнаем Хреновенько Пока Что Но Это Хреновый Дом Хотя Если Если Как Нем Не Все На Него Все Равно На него На него Забраться Никак Пытаюсь Пройти По левой Стороне Что Что у нас Здесь Кто У нас Здесь Да О Справа Мэг Слышали Вот этот Опыт Ни с чем Не спутать Самый Опасный Ход Потому что Я в чистом Поле Попытка Дойти Раз Никого Не увидел Раз Попытка Уйти Даже Вот так Пожалуй Два Капец Как мне везет То есть Так И так Фух Дальше Если Вот сейчас Прям В полу Не будет То мы По крыше Добегаем До ивака В два Хода Сейчас Заметить Человека На крыше Значительно Сложнее Чем В чистом Поле Единственное Я пойду По левой Стороне Раз У меня Пошумели Ага Увидели Это Уже Хуже Мне Нужно Их Видеть Для того Чтобы Понимать Увидим Увидят Ли меня Вроде Не Видят Но я Вижу Двоих А не Троих Вот В этом Ошибка Дичь Классно Да Видели Арморт Фенё Говорит Да Кстати Итук Лежит Он Очень У нас Не очень Нестабильно Работает Последнее Время Кажется Я добегаю Даже Нет Не добегаю Тогда Аккуратненько Задача Ниндзя Подсветить Те клетки Ну Всё В общем-то Доходим сюда Они должны Вроде Никого Пулить И На следующий ход Уже Забегаем А Увидели Ну Это Первый Пул Обычно Тут Никто Не Не Встаёт На Овервотч Вип Спокойно Уходит Ниндзя Уходит Ещё Спокойней Плюс Два Инжа За месяц Это Очень Хорошая Подспорья Значит Сейчас Мы Начнём Копать С Усиленным Темпом Даже Несмотря На То Что Будем Инженеров Утаскивать Зону Испытания Мы Всё Рано Будем Копать Копать И Копать Ещё Пара Учёных Вытащить Таким же Макаром Их У меня Много Их У меня Четыре Человека На данный этап Это Очень Хорошо Давайте Призраков Делать Потихонечку Ни боевых Ни инсайти О Это Хавк Сергей Касаткин Не узнал Я его Сначала По Имени Отчеству Вон Инженеров Просто Армия Пять Инжей Четверо Учёных Ууу Сейчас Мы Докапываем В одном Месте Пробуем На Начните Освобождение Регионом Ускоряем Проникновение 7-9 Тут У нас Шесть Человек Но Они Не Такие Опытные У нас Нет Заморозки Так что В данной Ситуации Нужно Действовать Крайне Аккуратно Какой Месяц По счёту Заканчивается Третий Месяц В этом Трай У нас Очень Рано Появились Три Инжа Три Учёных Рано Мы Четвёртый Регион Подключили Не теряли Почти Никого У нас Три Лемминга Четыре Лемминга Четыре Лемминга Мёртвые Так Внимательно Не расслабляйся Бежать Далеко Задача Скорее всего Сейчас нам Марш-броске Вдоль Вот Вдоль Этого Пробежаться Давай-ка По центру Карты Бежать Не хочу Я не узнаю Эту карту Вообще охренеть на мирные здесь стояли так сразу ивак сразу первого кидаешь ой блин эта миссия жесткая будет а Короче, миссия становится еще сложнее Из-за вот этого старта Надо всегда проверять клетки под собой Чтобы не было вот таких вот засад Правда, у нас есть здесь ниндзя, на самом деле И он может помочь Но все-таки закончился мой трай на атаке на Мстителей Было, как у тебя, сектоподы, генералы, проще топовые Гораздо выше тиром, не знаю, как это проходить Видимо, нельзя допускать, чтобы людей похищали Да, Тродди тоже сейчас готовится Или, кажется, он пресек действие Он как раз хотел на этого, на босса пойти, насколько я понимаю Прилетает атака Берем объект под контроль, не берем, в скобочках Ну, исхожу из логики, что все равно Но мы его убиваем Надо 65, блин Дождь сработал Я все равно хочу попытаться, по крайней мере, пройти Пройти бочком Тем более я хочу пройти бочком Чтобы просто уменьшить шансы на встречу с паком По этой дороге будем бежать Питаться Центр это Очень аркадно А, спазмы вполне можно отбиться Там скриптовые миссии Всегда одинаковые враги Четыре сектопода Главные проблемы Их надо контрить Да ладно А что такой дисбаланс? Почему Почему скриптовые враги? Не доделали, видимо, они, да? Слушайте, а здесь проход свободный у нас Это большой минус, на мой взгляд Что они эту миссию не доделали Адекватным образом У меня есть запись моего прохождения этой миссии 48 врагов плюс варлок Круто Так, ну что Через окно мы ломаем Вроде никаких препятствий я не вижу Здесь все равно надо чуть поближе Подъехать А вот первые враги Я бы перекинул Ивак еще Пока не забыл Ну ближе к А, там перезарядка Она так работает Так, надо штурмашей поближе подводить У меня бригада тут на врыв На самом деле О, отсюда мы уже можем ломать Ничего по себе Это прям Прекрасно На этой карте не будем пытаться Всех убивать Не в этом задача миссии, во-первых Во-вторых Полноценно будут три пачки Соответственно Не понял А мне же говорили, что я отсюда А, отсюда я вышку ломаю У-у-у Не, погодите а это не ломаешь не ломаешь отсюда ломаешь но надо по лицам готовы ли мы политься сейчас уже как бы пора на самом деле с богом погнали два человека всего как же ты добежал то так ломаем сундук для начала новобранец нужнее 63 да есть отлично не забыть новобранца партизанку отправить друзья не забыть смотрите здесь желательно бы пока не лезть вперед то есть под сократить да но не лезть то есть ниндзя не врубаться попробовать змеюку немножко под бомбить под расстреливать ее потому что есть неплохая вероятность того что того что мы сейчас ворвемся еще в пак а то и в 2 поэтому не стоит у змеи кажется к вернет до открылась дама так но здесь сектует надо бы наверное дробовичком пострелять не можешь да для тебя 60 маловато будет а дугомет 74 тоже маловато как насчет приказом ну ведь у меня здесь некому убивать просто вайпер ассорпенс просто урона нет и классов нет и урона нет давай лучше 74 оглушить если оглушим то она не уйдет соответственно умрет следующий ход все хорошо дальше ниндзя чуть назад не хочу фланговаться и на всякий случай прокинуть дымчанский зачем нет не надо просто подходим перекидывать левак вот вопрос да ладно тут оказывается фланг был простой мне так повезло что он не жахнул мне критом дмитрий михайлова захватили но это это мы бачком будем сейчас крит контрить вот так вот там мантич уже с блэйдмастером мутицкий опять почему почему с иногда дают фигню ой-ой-ой мы пробуем добиться найку надо посмотреть можем ли мы ломануть ну там какие какие бонусы дают все в целом запрошенный вак я думаю надо отходить тревога на карте продвинутый пбмк надо пробовать чё раскрывает вашу позицию сейчас враги побегут дым но они не должны успеть я же все равно бегу назад правильно она чтобы их уже сзади не было это вполне вероятно был не валим валим я не хочу это и так не очень опытные люди лучше спокойненько свалить а то в следующий раз у них будет очков способности больше у них будет скорее всего кого-то лазерное оружие у них скорее всего у кого-то будет искра в отряде смотрите пула нет спокойно уходим можно было конечно подкрепку еще встретиться попытаться ради экспы но не лута но экспы до искры должны сейчас у меня прям заходить заходить в каждый отряд по одной по две штуки но это мои рейнджи которых у меня нет вот мне неким сейчас стрелять я кое-как там заступником вы вы ну выношу кое-как из обычных ну там штурмаши тоже помогают но вот по факту у них нет лазерного оружия а там уже скорыми лишние мутоны идут с искрами будет попроще ядра есть сплавы есть денег нет но они через два-три дня уже придут что-то от от копания и еще где-то 250 придет просто за месяц далее мы идем ориентировочно западную европу ну в плане активности базовых то есть там будет прям все у нас сканить все будем искать там как надо и возможно даже диверсию устраиваем что там сил адвента никакая туда можно стягивать товарищей но скорее всего я папа еще в каком-то регионе развед данный кое-как буду про проводить потому что не хватает не хватает миссии сейчас хватает а из одного региона не хватает молодцы вернулись получили повышение ох я даже кстати не знаю закрепление не хочу прирожденный убийца это гарантированный крит и у него еще есть очки действия понимаете давайте траншейку раз мы делаем будем делать траншейку всем мантич у нас блэйд мастер да соответственно техника спецназа хотя я в ней немножко разочаровался уже и дрой лере еще на одну из крум и вот расчистка один день по взаимосвязи кстати почему бы не укрепить так и в партизанке не забыть лемминга подучить а он еще не прибыл или он доступен типа для найма нет так улику нашли причем в двух а то и в трех регионах он прибывает не как новобранец хотя было вроде новобранец бдительность 4 да все здесь уходим в конспирацию оставляем на поиск рекордов парочку уже карательные акции могут быть здесь здесь вот здесь маловероятно поэтому материалы и здесь крайне нереально абсолютно нет такой операции а тут есть 4 1 будет то тогда может быть и так инопланетные если как раз на искру 80 баксов ребята погнали двое не работают инжей мне еще оказывается 1 2 дай мне вторую скру барин как так 5 кристаллов и лире да ядро нужно быстренько вскрывать инженеры пусть пока покопают денек да там еще лере нужно оказывается разобрали лазерные продолжаем искра 16 дней говорят будет делаться от дмитрий мерчук вот новобранец его же нужно очень неизвестный поддержал так на 100 рублей сообщает стриме чате здрасте скажите что замут на дополнительную информацию вроде шанса попадания противников ссылка на моды есть в мастер-шот дд кажется там либо на клипчик с модами либо еще на что-то то ли enhance information то ли еще что то такое точно не знаю хромовник скоро придет друзьям ой мы сможем такие деньги хромовника одеть акс тенденов информацию экстенды а в ингарбул что копаем перепроверяю народ все вроде готовы лазерное оружие готово ребят пистолет обязательно заступнику дырокол дронов не трогу не трогаем расшифровка планшета адвента возможно пять дней мне очень нужно лутать ядра эллирия кстати новым патчем варкет по нее извините уже раз в три хода я чувствую имбу понимаете у меня есть на нее нюх так партизанских провали на событий произошло 3 токсичный кошмар фэйлингс опять неизвестный избранный постоянный яд вайпер да ладно закалка доб здоровьем и события ой 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 нл ведет охоту на мстителя слушайте это же плохо да это же очень плохой ивент если я правильно помню это кажется очень плохой ивент прям очень плохой ой ой это очень плохой ивент так здесь мы сразу на на разведданные здесь тоже пока на разведданные первые несколько дней закалка есть материалы собрали я дождусь двух миссий типовых пойду сканить сюда надо сканить миссию на отмену этого ивент да и нам дают так хас попал в плен что это кажется сила убийцы в штаб на лечении зерой присоединяется к нашему отряду youtube работает горит испрант да записи я локальное делаю перезальем расил поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает здоров здорово миссел банка яет вернуться на фронт я был заклачен секторами помещен статус однако чем андер меня спас и я готов служить но мест нет но мест нет ты прав мест нет я отправляю соответственно пара пара штурмовиков я хочу влияние повысить во фракции так искра через три дня вторая на следующую искру мне нет ядра эллири вот у нас появился храмовник у нас появился лапнулся хаз усач храмовник третьего звания интересует что у него есть дополнительного есть по гренкам хорошая тема вот это вот полный набор это очень хорошая штука для него полевой врач тоже неплохо но сначала неукротимый конечно же дальше скорее всего удар щитом и пока что все персональный боевой ему на мобильный сразу надо давать так что мы можем произвести по лазерному оружию кроме стандартных винтовок заступнику раз пистолет-пулемет по сути лазерную винтовку ну и пистолет обычный так а куда мы можем деньги потратить пбмки их не так много скорее всего надо скорее всего надо что центр секретных надо делать можем добавить мне реле питания не хватает в смысле питалова но это мы решаем инженером и вроде как у нас штурмовики сейчас должны постепенно отходить на второй план я про то что есть кому идти на тайную операцию но с другой стороны через 10 дней надо влияние на фракцию увеличивать то есть надо реально сейчас убирать инжа отсюда делать соответственно инжа сюда строить дешевенький но нужный сейчас центр тайных операций чем желательно это сделать побыстрее ну быстрее чем за 12 дней имею ввиду материалов на лазерное оружие сейчас хватит базовым сканим папа сейчас в двух регионах плохие регионы ладно ищем цель первая три дня захватите материалы старт вскрытности но всего лишь на три человека не стоит здесь бдительность превышать непонятно кем 7 дней захватите ресурс а вот это интересно разбой на нападение ответный огонь минималка вот это ресурсы это ресурсы в том числе и деньги и сплавы и лирий павший без вести стекло это вот как раз ивент на на плен блин а мне неким врываться здесь ну хромовник ниндзя ниндзя доступ допустим специалист допустим и сделаем еще гранатометчика какого-никакого да допустим рейнджер они даже базово с винтовками с лазерными плюс дуплет смогут помочь все-таки гранатометчик защита уклонения концентрации да не все так просто можно хорошо так ворваться производим минимум еще одну лазерную винтовку сейчас надо основательно подготовиться снять фигню с обычных винтовок выделить двум нубасом рейнджером две лазерные винтовки возможно броньку уже потихонечку делать возможно добавить им ой я так начинаю уже выставлять знаете как старые добрые уже по привычки рейнджеров не хватало явно автозаряжение штурмашам нужно ну зил от хорош безусловно хорош давай уклонением нарисованы страны сейчас досмеешься ну спец ниндзя точно как бы безусловно причем я делаю еще одну лазерную винтовку здесь ребята не очень опытные не помещается видите уже а он мне нужен модифицированный глушитель проблему не решает что же делать может еще глушитель есть есть глушитель один предмет убираем и все не хватает так а специалисты что можем взять я хотел вообще нас на сторожи их качать по веточке погнали догоняем что можно сделать ниндзя дистанционные нет это нет это нет это ну может быть стойкость но это такое давай одинокий волк почти беспроигрышная тема но у кого-то нужно убрать предмет чтобы мы уложились в 79 это важно либо поставить гранатометчик просто пистолет-пулемет и все давить погнали разбой на нападение чуть-чуть не успела это событие уйти блин так было близко давай раз здесь подсканим взаимосвязь улика отряд в общем 13 часов пишет что да здесь взаимосвязь установилась вторая это это очень хорошо помогает против паники ну и ускоряем проникновение я не помню эту миссию же незначительные терминал в поезде найдите улику врагу будет много брать не брать надо пытаться ой опасно сейчас с плюс пак на треть сложнее там видимо сила возросла и мы не уложились мы не уложились а поезда это всегда опасно не факт что у тебя будет доступен обзор правильный это еще без лазерных пушек был пап я не обновил потому что ну скраб отбитым есть скан цель стоит очень плохо то есть вот такие штуки не ломаются через окно нужно будет реально внутрь заходить я уже жалею что пошел на эту миссию честно бегом привет тимати никогда не думал что буду радоваться тимати уже кого-то увидели дрон справа еще какие-то шаги были не факт что мои ой не факт у меня же еще здесь снайпер хреновый так что будем делать меня очень смущает тот шаг который справа увидел можно попробовать посидеть что она показывает попробуем спрятаться это уже хуже тоже похоже товарищу надо как-то уводить блин давай-ка скорее что ли о неприятный пак видимо с него придется начать дрон улетает хорошо не забудь про ивак о есть вероятность есть вероятность неплохая в как же мне их подсветить там рискую щас ух тыж ежик очень рисковал вижу раз два три четвертого до четвертого не докидываем Если мы отсюда закинем Первую грянку-то уже будет хорошо Не закидываем, к сожалению Или есть? Нет, нет Одной клетки не хватает Трагедия Что дальше? Вахтеры бы остаться сверху Подойти так Спецом, блин Скоро подойти, но аккуратненько Эти выходят Ориентировочно этих надо мочить, конечно У меня ходов мало Я не знаю, как мне продвигаться Вообще Еще пачка Виднеется Ладно, погнали Погнали Сразу его куда-нибудь сюда У нас шесть ходов Чтобы ориентировочно всех убить Мы видели только Пять человек Траншейные есть С одной стороны Протокол блокировки Управления 60% Не густо Траншейный не достает Но мы можем подойти И выстрелить Но у меня не горит на самом деле Вот убивать их Прямо сейчас Прямо вот в этот ход Хотя На самом деле горит Что желательно мне это сделать Все как можно быстрее Траншейное ружье Промах-промах По другим Повезло, блин Давай, так Я не хотел хлыст тратить 89 Царапина Ой, плохо Спускаемся Саппортом Ставим Соответственно сюда снайпа Чтоб он мог хотя бы На следующий ход Что-нибудь толковое сделать Убиваем дроны Где Эвак? Ой, дурак Сказал Эвак кинуть Чуть не забыл его кинуть Погнали Пять ходов Эвакуация Мы Видели только четырех людей Дрон Сзади пятый И при этом Мне надо идти вперед Понимаете Вот в чем Вот в чем Погнали Пулю скорее всего Да Так, это Надо мэком сейчас пытаться Сплэшем замесить Раз 95 крит Не хватает лазерного оружия Снайпер Снайпер видит Немногих Мэк Мэк у нас Врубает Овердрайв Видимо нет Давай вот с этой позиции Посмотрим Сможем ли мы Прострелить офицера С этим Не сможем Значит овердрайв Надо врубать А сколько тебе не хватает Две Клеточки И троих пробьем Где-то вот сюда Надо пройти Овердрайв Перезарядка у него К сожалению Туретку увидел Блин Это хуже Блин Туретку чем убивать Есть Идеально Оп Одного убили Каверы сняли Сто девяносто восемь Восемьдесят один Давай Шестьдесят один Девяносто восемь Здесь надо брать лут Фланговать Убивать двоих Вот если бы Было нормально Все Ой Два и трайлери Это то что мне нужно Только выживем Искры сделаем Я бы уже почти всю карту убил Представляете Нет Блин Мисклик Царапина хотя бы Я не знаю Мне туретку надо как-то Пытаться отключать Но Туретка сейчас будет Мне кажется Надо дым сейчас кидать С дроном Непонятно что делать Пытаться убивать Но с пистолетом Пиломет Ты не убьешь Либо мы убиваем Специалистом Сейчас Либо мы терпим Надо убивать Специалистом Может дым докинем Да дым докидываем Ну только искра Туретку Шесть человек убито Шесть человек уже убито Активность Типа семь Ну восемь на самом деле Это подходит Надо рваться К целям У меня четыре хода осталось Туретка стреляет По мэку Пробивает всю защиту ему Мне нужна бронебойка Здесь Я вижу что можно сломать Все таки Погоди-ка Не торопись Отсюда можно сломать То есть Нужно подходить Вот так Ориентировочно Протокол блокировки Можно оценить конечно Но Да Отключка очень Очень низковероятна Я бы сделал Халявный Халявную разведку Протокол сканирования Ну чтобы понять Поблизости вообще Паки еще есть Могу я на пять Шесть клеток подойти Вон там пак Видите Нифига себе там рейндж Увидели трех людей Змея 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 Полезная штука Мэку возможно Даже не рыпаться Сейчас задача Убить Двоих Да Смотрим Смотрим хлыст Восьмь урона Ладно Убиваем значит Хлыстом И Протоколом нападения Как хорош Как убить Ближнего Не пуля Пак Потому что Это все Просвечивается И Есть вероятность Что Правда Никто его не видит Мы его просканировали На самом деле Его никто не видит Так то Прицел Хотя Как его никто не видит Если у меня снайпер По нему стреляет Не Давай Пытаемся снайпом Попасть 60 С небольшим Офигенно Что так много XCOM Критически Отстаю На 11 Трансляции Зашел пожелать Спасибо Большой Кибердиск Борис Чем дальше Тем интереснее Становится Бах Минус Туретка Соответственно Этот Дрон И тройкой Получается Как раз 10-12 Да 67 Неплохо Искрат Давай еще Ну хит нужно снять Как-то Ай Молодцы Я не хотел взрывать Повышение есть Змейки идут Но кажется я смогу Подойти так Чтобы сломать И не сагрить их Дрон слева Сзади Слышу его движение Три хода осталось Да Подходим так Есть Повезло Угол такой Надо запоминать его Потому что через Вот эти вот стекла Никак не заходишь Никак не видишь Небольшой запас Плавов Окей Ну Нам нужны Обломки дронов Нам нужны уже Эти Новые гремлины Для того Что нам нужны Приказы На минус 20 Все Справились Сейчас просто лутаем И ждем До Ивака Людей Мне какая стабилизация Теоретически Змеи Сейчас должны Бежать в сторону Точки Я слышу Сзади Дрон летит Ох Хорош Как он Его снял Там штраф Там процентов 20 30 У него Фу Блин 60 Было На попадание Сейчас посмотрим Все Погнали Два ядра Утащили Никаких ранений Не получили Все Уходим Миссию Выполнили И дальше Будет проще Там Лазерное оружие Появится По крайней мере У заступника Появится Лазерное оружие Я надеюсь Добавлять еще В одной из креф Такие миссии Попробую Сейчас Быстренько Ядро Илери Раздраконить Одно Для того Чтобы получить В принципе Илери Просто Илери Возможно После этого Даже улучшено Лазерное оружие Потому что Нужны Снайперские Лазерные винтовки Штурмовикам Дробевики Нужны И Самое главное Искрам Нужны пушки Новые Дальше проще Вряд ли будет Я имею ввиду На текущем тире Развитие врагов Потому что Я прилетел Сейчас без лазерного оружия На 10-12 врагов То есть Тут было такое Но уже потихонечку Искра показывает Что она может Вот эти вот Осколочный Простреливает Пробивает Повышение у Искры Так Если мы через овер Идем То что нам нужно Разрыв Хорошо Направленный Нет Вот Ливень Он вроде как Вообще Просто усиливает Овердрайв Ну раз мы будем В овервотче Стоять Сейчас и стрелять То логично Дыроколы Мы сделать Еще два Повышения Снайпер Господствующая Высота Ну вот уже Начинают Видите Очки способности Появляться Что у него Есть С прицелем Глухая Оборона Теперь дает Уоооо Снайп Прицеливание Хорошая тема Тебе Не нужен Будет Этот приклад Ты Как будто Как будто С почти С элитным Этим Ну с продвинутым Прикладом И при этом Еще в Ханкере Постоянно сидишь Или копить на суперхищника Привет, Растамчик Ливень урод от тяжелого оружия увеличивает Ну да От осколочной вроде пушки Ладно, давайте Единичка урона покажет Два ядра, два гига Дальше исследовательский отсек Изменить исследование Магнитное оружие уже есть, неплохо Но сначала я разбираю один эллириевый реактор Сейчас как раз из крана за один день сделается Вторая, сейчас мы третью закажем Так И мощность мстителя Два дня Это хорошая тема Мы сможем вытащить Я правда не нашел еще миссии Там 10 человек работают Может сначала по сканим Да, давай первые миссии сначала найдем Там сгенерились типовые миссии Как минимум Как минимум Этот ивент не пропадет неделю А мне нужно помогать находить миссии Искра готова Так Новую не могу сделать Но Кстати, может быть что-нибудь Что-нибудь возьмем все-таки Например Патроны коготь Но требуется ядро эллирия Тут на все ядро эллирия нужно Не, не на все Усиленные бронеплиты хорошо Дешево, сердится Там только трупы стоят И все Давай Ну это не два, а три А три единички защиты Разобрали эллириевый реактор Что мы будем делать дальше Магнитное под вдохновением Еще плюс два дня О, если делаю магнитку сейчас То у меня сразу нет материалов на искру На новую Плюс я не делаю Дешевое, но полезное Улучшенное лазерное оружие Я не думаю, что тир нужно проскакивать мимо У меня не так много ресурсов Для того, чтобы Или проскочить реально Не, ну Не, давай лучше Улучшенное лазерное А, подожди Ты если начнешь улучшенное лазерное Ты искру не можешь делать Она же стоит Это кристаллов эллирия Надо еще одно ядро вскрывать Получается В исследовании Чтобы искру сделать Не, давайте по Что-то я миссии не нашел Вообще никакие Десятью сканиваю И ничего не получается На черный рынок Продаем Бармалей говорит Майкер, я твой сын Неплохо Очень плохо Я не нашел Вообще миссий Никаких Труп солдата Адвента пользуется Популярностью Но я как раз Хотел Эти сделать Защиту Да я хочу Хотя бы Хотя бы Исследование Стартануть Понимаете Чтоб не слакать Да я знаю Улучшенная лазерная Пойдемте Мощность Мстителей Ну эти миссии Которые здесь сгенерились Я уже нормально Не найду Это очень плохо Начало месяца Такое убогое Ну там Три дня сейчас будет Понятно Три часа Не хотите Да-да-да Давайте мне Все миссии О, девять дней Диверсия О, новый регион Диверсия То что нужно Хочу Хочу сделать И хочу В рамках этого месяца Еще попытаться Словить рейд за материалами Так Назначается Убежищем Так Подожди А почему у меня 50 баксов Как было Такая стала Сало Я выбрал Следы мне Точно А На возврат Не требуется Хорошо Тогда сейчас Сделаем Лазерное оружие На оставшиеся деньги А то я только В один отряд Отправил Ну Такой Здесь Обязательно Все Добавляем искр Добавляем искр Искрам Автозаряжение Прицел Их надо Не просто делать Но и качать Заступник Да Специалист Да Гранатометчик Да Вторую искру Брать не буду Потому что Она пригодится На других темах И Вообще Эта миссия Довольно простая Чтобы сюда Сразу брать Заступника И топовый отряд Она без ограничений На количество Этих Так что Давайте Гранатометчика Берем Там кто-то идет Штурмаж Даже снайпер Возьму Потому что Здесь все Открыто Будет Специалист По персональным Боевым модулям Ничего толкового Нет Но Лазерную винтовку Я бы выдал Только вопрос Кому Рейнджеров Нет Специалисту Что ли Хотя бы Кто-то Должен Стрелять Хотя бы Как Мне не нравится Этот состав Кого-то Не хватает Я наверное Возьму Второго Гранатометчика А космик С кем Связки С этим А С штурмовиком Нет С другим Гранатометчиком Это на халявной Миссии Это на прокачку На следующую миссию Да Давайте Соло Стопа У тебя же Давайте Вот так Сделаем Уже Лучше Неделька Диверсия Давай Быстрое Развертывание Сделаем Тоже Хорошая Штука Для Гранатометчика Снайпу Наверное Сторожи Пора Делать Ну Очки Способности Выкидываем Так Диверсия Может Нам Дать Еще Одну Ресурсную Миссию Главное Чтоб Мы Были Готовы Ее Так И Центр Тайных Операций Доделывается Туда Нужный Инжей Будет Скидывать Сил 1 Т1 Бдительность 1 Тут 3 3 Конспирация Пока Идет И Рекрутинг Продолжаем Здесь Сканить Нашли Один День Ну Вот Пожалуйста Не повезло Не повезло А что 7 дней Ученый О Так Подкрепления Будут Раньше Но Сюда Нужен Топовый Отряд Потому что Диверсию Устроить Одно А вот Ученого Во-первых Важно Спасти Во-вторых Сложнее Спасти Поэтому Сейчас Мы сюда Отправляем Именно Хороший Отряд Делаем Обязательно Магнусу Его Фирменную Пушку А уже Сделали Уже Сделали Просто Не передали Потому что Он был На миссии Миш Привет Только С завода Тут Спасаешь Привет Кроубар Да Я все Смотрю На твой О Элитный Прицел На твой Седьмой Аккаунт И Вспоминаю Что Но Ничего Мне кажется Мне кажется Имеет Смысл Сейчас На последние Деньги Достроить Пистолетов Пулеметов Либо Не тратить Деньги На Стоп Стоп А я Жилеты Это сделал А Нет Там Еще Проект Идет Я имею Ввиду Что Это Жилеты Которые За Трупы За Этим Нет Их Нет У меня А маги Здравствуй Я прям Погружаюсь В хороший Ну Неплохой Трай Сейчас Идет Не то Что без Жертв Но и Довольно Много Мы Всего Берем Мантич Ищем Тут По 10 Очков У гранатометчика Но это Быстро Разверт Вернее Сначала Я делал Чтобы Было Два Заряда Саппорт Гранаты Но Когда Мы Доживаем Уже До Там Конечно Да И здесь Сторож Тоже Ветку С овервочем И спецов Делаем Не буду На пистолет Полемет Тратиться Ну здесь Заступник И искра Будут Такой урон Выносить Которого Должно Быть Достаточно Все Далее В целом Нет Далее В целом Не получается Не помещается У меня тут Ниндзя Можно Наверное Переключиться На материалы Каким-то Макаром Давай Гранатометчик Проверенным образом Пистолет Полемет Еще Единичка И Был бы Глушак У меня случайно Не было пушки С глушителем Вспоминал Что Не все Снял Все 7-9 Погнали Вот сейчас Возможно Стоит перекинуть С разведданных Потому что Мы Ну или Ой Инопланетные Обломки Расчищены Еще 90 Дальше Дальше Логика Логика Довольно Рабочая Моя Стоп Стоп Да Сюда 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 Тоже Нужны Инженеры По крайней Мере Один Мощность 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 Не досканил Закидываем Его В экранированные Энергокатушки Усиленные Бронеплиты День И Третья Искра Доделывается Тоже 2-5 2-6 Я все Ищу Ми-7 Денег Правда Маловато Усиленные Бронеплиты Это фактически Замена Нашим Жилетом Двойка На Тройку Искра Через 6 Дней Разбойные Нападения Захватите Ресурсы Адвента Погнали Потом Еще Доделывается Улучшенное Лазерное Оружие Я должен К этому Моменту Имеет Где-то 150 Баксов Для того Чтобы поменять Три снайперские Винтовки И поменять Желательно Как минимум Два Дробовика И при этом Еще сделать Пушки на Искры Нет Нужно Где-то 200 Баксов Для этого Для того Чтобы просто Закрыть Тир оружия Который Мне Ну Нужен Нужен Он Погнали Да Стоит 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 Вообще Правда Я сейчас Влево Сдвигаюсь Темплар Появился Ей Кушки Искры Разве Не Магнит Блин Возможно Магнит Да Ты прав У меня Здесь Ну Басы Рейнджера Слушайте Я могу Здесь Не Сдюжить Это Лазерное Оружие Хромовник Появился Тут Искры Не Хватает Дверь Открылась Я шаги Даже Слышал Причем Дверь Не Механич Ну Такая Как будто Здесь Дверь Открылась Может Такое Быть Да Нет Огнемячики Уже Здрасте Так Так Ну Что Надо Подходить Аккуратно Блин Точно Врываться Будем Раз Два Три Четыре На четвертый Скорее Всего Нет Но На первые Пару Тройку Крейтов На дом Я вижу только Первую Пачку Да Слева Еще Три Человека А этот Что Этот Пулит Скорее Сюда Давай Ой Лазерное Оружие Приятночка Точность Плюс Пять Урон Один Два Больше Крид Дамаг Выше Представляем Может Еще Лазерка Есть Попадание Пробивные Патроны Помогают И Стреляет Специалист Причем Он стрелять Должен Два Раза По идее Нет Да Сторож Так Хорошо Двойку Считайте Разобрали Ну Почти Овервотч Правда Можем Сейчас Так Давай Аккуратненько Кем Мы Снимаем Овер У нас Нет Человека Снимающего Овер Кроме Как протокола Нападения До верных Выстрелов Еще Хрен Ты Дойдешь Бормальный Говорит Плун И Прозерпин Соединяются Один раз В тысячу лет Плутон Царь Подземная Спасибо Большое Спасибо Я не знаю Как Вот Кстати Фланг Без Овера Давай Главное Убить Его Хорошо Дальше Соответственно Мы батюшком Подходим Мы же Видим Слева Людей Да Видим Возможно Плохо И сделан Потому что Не встал За кавер Пытаемся Чистильщика Шотнуть Мимо 90 Блин Хорошо Так Но врываться Я здесь Не могу Этим 82 Не факт Ой Не факт Протокол Нападения Ну да Как бы Пш Два Лотецкого Собираем Первый Лышитель Автозаряжения И собираем Второй Еще две Пачки Одну Мы видим Вот По две Уже Приклад Продвинутая Концентрация Круто Эти Двигались В мою Сторону Да Идут Ракетчик Дрон И А тут фланги Могут быть Овер Так Что Мне Делать Во первых Я сделал бы Сейчас приказ Просто А Я же могу Ой Помеха Бесплатная Помеха Раз Снимаем Овер Альтернативно Прокаченные Бах Дальше Скорее всего Надо Врывашкаться Нет Врывашкаться Надо после того Как мы Так Рон Дон Дон Да я бы Гренку Закинул Уже одну Для того Чтобы Просто Просто Один товарищ У нас Взял И Добил Спокойно Может даже Перестеляем их В рамках этого Хода Не будем Подходить Ну Дрон Убивается Этого мы А Там укрытия Нет Какая разница Вообще Зилку-то Плевать На укрытие Зилот Может на этого Ворваться Если бы Ты по нему Попал бы Каким По нему Попадут Прокол на Попадение Как 4-5 50-50 Что убьешь Ладно Давай Инерция Есть Вероятность Что сейчас Мы увидим Третий Пак Последний Зилот Начинает Работать Получает Концентрацию У него Сейчас инерция Он может Отойти Далее Блин Оба Видят Я думаю Может приказ Сделать И Жахнуть Еще раз Поэтому Ладно Начнем С 80 По дрону С этим Бронебойными Окей Царапинам Соответственно Здесь мы Его добиваем Да я боюсь Что влетит В меня Этот Дезориентация И все И я тут Останусь На два Похода Просто Протокол нападения Да Или оставить Ему Зилка Просто Он же Флангуется Он Он не должен Вроде как Подходить То есть Оставляем Ему Зилка С дополнительным Здоровьем Этим Не Не стоит Смотрим Все Вторую пачку Убиваем И может Даже Все Соберем Эй Он Отступает Окей Так Хорошо Приблизительно Понимаем Теперь Где Находится Следующая Пачка Что Он Не За Моей Спиной Ну Вот Ни Слева Ни Справа Где-то Где-то Там Влетать В Гранатом Влетаем Гранатометчиком Все равно Он уйти Может Если что Так Мы По крайней Мере Заряжаемся Ну Подтягиваемся Сейчас Прям Нужно Бежать Перезаряжаться Собирать Сразу Лутецкий По взлому Проверить Кое-что Подкрепление Не Извините Возможно Даже Сейчас Приказ Сделать Интересно Добьем Часов Нет 50% Но я бы хотел Его не выпускать Все-таки Хотел Да Есть приказ Назерыч Ну давайте Приказ Назерыч Пусть он Еще разок Ударит Это его Красиво О Активно Три С чего Это Активно Три Активно Два Врага Что за Отстава Мм? I guess That'll be ok Supercrasy Fox Мишка Привет Как дела Что нового Мы начали Производство Искр Уже Третье Делается Мы Дошли С вами До Лазерного Оружия Сейчас Делаем Улучшенное Лазерное Сейчас Пытаемся Устроить Диверсию Памятника В регионе Где Сила Адвента Один И бдительность Один И где Десять человек И попробовать Перехватить Колонну Построили Центр Тайных Операций Начали Выдавать Ну соответственно Базовое Лазерное Оружие Копаем Копаем Просто Копаем Инженерами Спасли Двух Инженеров Дополнительно Опа Вот и Пак Очень Какой-то Странный Пак Это Все Что Есть 7 Не факт Но Очень Похоже На То Ну Если Так Конечно То Это Очень Приятно Давай Сразу Открываем Закрываем Сундук Набор Ресурсов Гренку Кидать Конечно Не хочется Давай Здесь Сразу Вольтом Делаем Бззз Тратим Единичку Просто Ушатывание Я уже Забыл Какой Крутой Этот Жнец Режем Надо А как он Боссом Втанкует О Взлом Персональный Боевой Это Хорошо Правда Не продвинутый Никакой Но Все Убиваем Здесь 7 человек Но мне кажется Что еще Где-то Дроны Есть И Просто Просто Лутаем Лазерный Прицел Автозаряжение Так Теперь Теперь Надо Беж Не особо Кстати Надо Бежать У нас Все Все Вроде Успевают И приказ Даже Еще Бегом Есть Давайте Этот Ход Мы Пока Подождем Мы Даже Дальний Лут Собираем Какие Проблемы Мне кажется Еще Два Два Человека Здесь Есть Два Дрона Где-то Бегают Так Тут Три Да Один Наверху Да Проверим А может быть И семь Почему Заряжение Незаряжение Скорее всего Проблемы С переводом Хотя Игра На самом Деле С хорошим Бюджетом А Я же Не могу Взять Этим Одному Каждому В руки По Поединечке Лута И даже И даже Несмотря На Кривой Кривой Эвак Кривой Эвак Ну Далекий Имеется Видно Мы с вами Довольно Спокойным Зилку Очень полезная Кстати Штука Это Я имею ввиду Маневренность Что он на пол действия может Что-то сделать Если есть кто-то в рамках полухода Ну В зоне досягаемости Так скажем То он еще производит удар Со всеми вытекающими последствиями Как правило Он не мажет Наносит стабильно При этом у него появляется инерция Он заряжается То есть ему мобильность Это Прям Прям Самое приятное Как по мне А я боялся Что Плохой рез Все Уничтожили Вообще без шансов Перерезали всех Как 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 хотели По-быстрому Но на эвакуацию Нам нужно прям Полных где-то Четыре хода Ивл Привет Сейчас главное уже Смотреть в сторону Не просто выполнение миссии Но освобождение региона По-быстрому Искры пока штампуются Ученых нам хватает Сейчас будет 5 ученых И 6 инжей Ну в этом месте Если мы там О О Опасно Привет Так Ааа Аа Нет слов Можно поиграть за Искру В вашем топ-трайме Мест нет Мест нет Блин Ну 1-1-1 Ну там такой жирный донат Ну как так Ну как так Искра как раз без этого Майнер Ну он назвал меня майнером Это сразу жирный минус Майнер А мать Майнером назвали Ярослав Переподписан Сор Ярослав Спасибо за переподписку На вышке фигня На вышке фигня Все валим Майнер Забежали вообще стремительно Забежали вообще стремительно Майнер это уже оскорбление Сейчас майнер хуже Надо выдать фиву за майнера Говорит Синяк Мирослав Возвращаемся Надо сейчас аккуратненько Друзья Действовать Не расслабляться Тем более что я планирую Устроить диверсию Памятника адвента И Ну У памятника просто Да кажется Адвенту Или С этим Старейшинам Памятник Не помню Там человека Типа Тянет вверх Мотивационный памятник Вернулись Гранатометчик Странно что рейнджер Ничего Не это самое Не получил Здесь Сапер Все таки 40 баксов Ну хотя Кристаллов Иллерии Инопланетных сплавов Много А также Масса модов Вы посмотрите Взлом Плюс 5 Надо выдать Кому-то Ядро еще Иллерия Шикарно Искара Делается 5 дней Но нам Сейчас нужно Копить Деньги Помните Улучшенное Лазерное Оружие Делается Нужно Лазерные Винтовки Обновлять Дробаши Делать Здесь Миссии Закончились Как раз Самое время Сканить Новые Да Бдительность 2 Уже Здесь Тоже Уходит Потихонечку Найдена Новая цель Что здесь 5 Захватите Освобождение Третье Освобождение Третье Освобождение Но времени Дают Нормально И минималка Я думаю Надо начинать То есть У меня Получится Все 3 Регионы Здесь В окрестностях Уже С первой Миссии Выполнены Правда Реально Тот же Самый Отряд Что ли Пойдет Ну Они Хорошо Все Зарекомендовали Они правда Не поместятся Но Я думаю Я думаю Это не должно Меня останавливать Или в пятером Попробуйте Усиленные бронеплиты Нужно Сто процентов Сейчас сделать Давайте Производим 5 бронеплит Они требуют Только труп Солдат Адвента И на планетный Сплав Единичка То есть Мы на всех Солдатов На всей труппы Делаем Эти бронеплиты Это уменьшает Вероятность Получения Ранения Не нужна ему Граната Это Ему бы Жилетик Защитный Который Против огня Против яда Против всего Давай бронеплиты 2 Бронеплиты 3 Плюс Единичка Всем Временного Здоровья Так скажем Ну Которое Не считается Как ранением Но Я все-таки Потрачу Разведданные Видимо Да Или справимся В пятером А В пятером В пятером В пятером В пятером Без гранатомет Тяжеловато Будет Нет Давай-ка Лучше Берем Гранатомет И берем Еще одного Ниндзя Как раз Помещаемся В пять дней Резать будем Как раз Ровно Видите С проникновением Правда Там глушитель Наверное Можно сделать Мне же Выпал глушитель Глушитель Поставил Соответственно Можешь Еще один Предмет Выдать Даже Два Помещается Приятно Да Ровненько С таким Составом Гораздо Проще Будет Справляться Погнали Так Но У меня Закончились Люди Я думаю Надо Переключать Сейчас Опа Айналов Ведет Охота На Мстителя И попал В плен Да ладно Два раза Из двух Штурмов Два из двух 20% Минус Штурмовика Капец Причем Два Топа Вы Штурмаша Охренеть Ну все Поиграно Не Есть еще Фолан На Миссии Один Так Убираем Отсюда Инжа Нафиг Уже Два Их Захватил Так Давайте Думать Будем Ли Мы Сейчас Учитывая То Что Они Ведут На Нас Охоту Вообще Искать Миссии Новые Нет Не Будем Переключаем Здесь На Материалы Переключаем Здесь На Материалы И Скорее Всего Даже Штаб Заступников Сканем Вон И ножка Уже Летает Там Как Повезет Мне В прошлый Раз Проперло Она Меня Не Достала Восстановились После Ранения Все Нет Раненых Нет Не Нужно Блин А Че Делать Ставим Сейчас Улучшенные Лазерные Нужно Деньги Потратить Каким То Макаром Я Б Я Б На Черный Рынок Слетал Слушайте А Если Он Нападет У Мне Люди В Проникновении Че Делать Один Тепсионик Не доживу Пока Продвигаю Продаем Если Не летать То На Луне Нападает И Он Так Не Работает Кажется Может Просто Не Не Останавливаться На Одном Месте Именно Вот Лететь Перелетая С места На Место Но Это Как-то Совсем Улика Ученый Ох Ты Ж Ёжик Освободитесь С транспортом Ну Здесь Ниндзя Надо Отправлять У 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 Я Конечно Увеличу Количество Групп За счет Искр Но На Данный Момент Топовый Ниндзя Вернулся Гранатометчик Погнали И Надо Возвращаться В те регионы Где у нас Активность Бдительно Снижается Врагов 2-2 Ну Вот 1-1 Будет И Будем Наверное Рекрутингом Активнее Заниматься Диверсия Скорая Эвакуация Випа Скоро И Действительно Мне не стоит Сейчас Искать Другие Миссии Учитывая То Что Сразу После Да Нет Либо С 11 До Часа Либо После Трех Внутри Можно Если Недалеко Ехать Но Это Белгород Недалеко Ехать Так Что Будем Делать Друзья Лазерное Оружие Скоро Что Рейд За материалами Откуда Здесь Рейд Три Дня Дали Блин Плохо Плохо Мало Времени Нам 10 12 Сколько Мы Бойцов Можем Поставить Я Щас Топов Отряд Буду Вытаскивать Видимо И Пытаться Пытаться С проникновением Действовать Четыре человека Максимум У меня здесь будет Да На четыре человека Это нормально Четыре человека Нормально А диверсию памятника Кто Делает Может здесь Лучше Про Ученые Вот Кого Мне надо Вытаскивать Разведданные 30 Есть Минималка Погнали Так Попробуем Попробуем Вытащить Ученого Попробуем Потом Вчетвером С проникновением Убить 10 12 Это вполне Реально Заступник Может справиться Может справиться Гранатометчик Первый пак А потом уже Там разбираемся Потихонечку Снайпов Вытащить Нет Есть снайпы Вытащить Можно Но мне Нет для них Пушек Снайпы На этой миссии Будут Очень страдать Будут Так Главное Здесь без ранений Пройти Быстрое реагирование Здесь Очень важно Будет Добежать Быстрее Быстрее Добежать Быстрее Добежать Ну тогда Сразу Бегом Раз Дальше Скорее всего Надо будет Подсканить Еще На следующий ход Два Дублируется Почему-то Звук Слышите Даже если вы не слышали Уже Расслышать Не получится О Тут крыша Крыша Отлично Тут хорошо Мы можем Блин Меня теперь уже Это самого Начинает Дико Отвлекать Там враг Стоп Видели Под нами Враг Мелькнул Так Ну-ка Давай Сохранить Выйти Что-то Со звуком Слышите Перезагрузим Так Миссия Опасная Слушайте Можно даже Два рейда В этом месяце Умудриться Взять Перехват Рейда Это масса Плюсов Во-первых Вы снижаете Силу адвента В целом Вы снижаете То есть Противники Перекидывают Силой И если вы Ловите Миссию Вы перехватываете То, что Прилетает Вот Во-вторых Вы получаете Большое количество Ресурсов Реально Большое Исплава Фейлерии Материала В-третьих Вы получаете Трупы Трупы Это тоже Хорошо Того же Самого Дрона Если сделать То мы Сможем Повысить Навык Взлома На двадцатку Управление Блокировки Все Ну и Взломы В целом Поэтому Сейчас Я думаю Необходимо Попытаться По крайней мере Слетать Сформировать Команду Попытаться Туда слетать Ой Слушайте Это кажется Моя локальная проблема Будет Проблема Со звуком До конца Потому что Слышите Так что Вполне вероятно Мне придется Сейчас Переподключить Аудиоустройство А это может Привести к тому Что Привести к тому Что трансляция Гуфнется Не переживайте Сейчас проверим Так Не знаю Сработает О Слушайте Я переподключил Устройство И вроде как Вы меня даже Продолжаете Слышать Удивительно Ладно Вот вроде С ланой Так постоянно Не парься На нем Я впервые Не хочу Не хочу Если бы Лазерное оружие Было Я бы подтащил Туда Трех снайпов И ниндзя Но если У меня поместится Там Гранатометчик Заступник И еще Плюс два Это уже Будет А каким Магическим Могическим Образом Перевтыкание Микрофона Может отрубить Стрим Ну у тебя Просто в ОБС Если ты Убираешь Аудиоустройство Он очень часто В принципе Крашился Поэтому Как только Ты убираешь Из Системы устройства Которые Вроде как Как должно Ну Которое Работает В потоке Как-то Зарезервировано Может быть То ОБС Влетал Я ожидал Как раз Именно этого Что мне придется Перезапускать Соответственно Стрим Тоже Стопнется Ну Могический Это конечно Турин Ты молодец Могия Так Вроде Отпустила Да Вот Под нами Люди Мэг И обычный Ну Ситуация Какая Мне все равно Надо бежать Как ни крути Идут Идут они Не идут Они Надо бежать Увы Из-за графика Дизграфия, видимо. Сейчас посмотрим, выйдут они сейчас из Навижен или нет. Любая клетка может стригерить их. Мне бы, конечно, не хотелось, но я... Слева. Ну, это, скорее всего, они, их мне. Да, вот, выходят. Слушайте, ну здесь нужно... Нужно врываться. Причем врываться с гренки сразу, учитывая броню. Погнали. Ну, дальше я не пройду особо, поэтому нужно. Жалко. Почему мы этого не покоцали, третьего? А, нам не показали просто. Так, раз, два, этот здесь, да? Я бы сделал сейчас скан, чтобы понять, насколько я могу в целом перемещаться по... Ага, стоп. Здесь еще двое. Милишный мутон впереди. Охренеть. Так, так. Это плохо. И вот этого товарища я, скорее всего, никак кем макаром не забираю. Ну, отключение мэка нереально. Как же быть? Подставлять этому товарищу цель. Ну, вот этому товарищу цель подставлять. Убивать солдата Адвента пока без... Есть подозрение, что я не смогу... Мэка убить. Без... Потому что с холостом его... То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Кажем, вот он жесткий. Ладно, здесь так. Давай все-таки удар холостом. Два. Но все равно остается как минимум враг и понимание, что тебе нужно как-то мутонами лично убивать. Пока понимания нет. Вот и берзерки. Вот и берзерки. Я даже протоколом нападения сейчас немножко этого покоцуем. Ну, потому что я его не дезориентирую. Он работает нормально. Мне было поранее для того, чтобы меньше... Меньше он урон наносил. Но я, если честно, серьезно сомневаюсь в... В том, что я смогу берзерка раздавить. Берз выходит, кажется, ко мне... Нет, ныряет внутрь. Отходит. Хорошо, у нас есть немножко времени. Тут невыязвимость. Ну и справа еще два человека, помним. И время у нас ограничено, не забываем. То есть я бы, наверное, даже... Что делать? Да, наверное, так. Пытаюсь флангануть, спулить. Убиваем сержанта. Как же тащить, да, уже? Дальше моя задача... Сдвинуться справа налево. А, подождите, я увидел мирных. Это я увидел не пак, алло. Третья пачка пока непонятно где. Так, мы можем зайти таким образом, да? Надо подходить. Надо подходить. Как решает скан, да, у этого специалиста. То есть мы подсветили, и даже без ниндзи понимаем, как они там стоят. То есть как нам подходить, как не подходить. То есть что, спулем мы или не спулем. Это круто. Настройка спуска приклад. Такое себе. Тревога на карте. Там небольшой запас сплавов и что-то еще. Не, ну Берса, я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Мэг под форсажем... Должен помочь нам. А вот и третья пачка. Ай, плохо. Два человека. А, они в кавере. Я от них вообще не закрывался. Мне сейчас могут нокнуть. Три человека. Опасный трындец. Ой, опасный. Сторож, да, ну а толку? Блин, что стрелять могут. Да, вот это ГГ. Только не три. Сопресс. Сопресс, только не стреляй. Сопресс, хорошо. И эти полятся. Ну, понеслась, ребят. Я вертел. Вся карта здесь. Мутон на мне. Мутон на мэке. Спокойно. Спокойно! Так, ну что, кто тут батин? Овердрайв раз. Раз. Два. Плохо. 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 Очень плохо. Прям очень плохо. Гранатометчик закрыт. Сопресс надо снимать. Сопресс снимать. Ниндзичи, что ли, врываться? Там двойное массовое подавление. Протокол нападения закончит ход. Блин, все очень плохо. Прям очень плохо. Так, а как фактер? Не может прыгнуть случайно куда-нибудь наверх, зафланговать обоих? Может. Пробуем раз. Ой-ой-ой-ой, ребята. Сейчас начинается жара. Подставляем вахтером. Подставляем вахтером. Раз. Выстрел по... А, это не фланг. О, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ниндзи ворвется. Так, какие варианты еще? Есть приказ. Есть приказ. Приказ кому можно выдать? Пока непонятно, что тебя провижено. Видимо, надо ниндзи врываться. Кого только убивать. Наверное, дальнего. Вот так. Поехали. Ой, сейчас такая аркада идет. Капец. Там еще две змеи, а с ними вообще ничего не сделаем. Раз. Есть. Первый сапресс сняли. Что по приказам? Не видит пока никого. Может дернуться здесь, а? Я бы дезориентировал. Я хочу гулянки кинуть. Быстро развертывание там, туда-сюда. Дезориентировать раз, дезориентировать два. Уже попроще будет. Когда нужно приказ ниндзи этого убивать. А ты вообще никого. Ну, ты можешь здесь метким... Вот кого ты можешь метким выставить. Если что. То есть подходить сюда получается, да? Не факт, что отсюда увидишь его. Отсюда скорее увидишь. Раз. Дальше приказ. Да, есть. Да, мантичем. Мантич пытается резануть. Соответственно, этого. Точно этого. Может, офицера убьем. Ну, сапресс как снимать? Сапресс бегом снимать. Потому что если я сейчас не режу офицера, то офицер режет меня. Как бы очень просто. Логика элементарная. Погнали. Есть. Ой, мантич. Красава. Только выживи после этого. Ем дыньку, говорит Алла Стрикс. Красава. Из ориентации здесь можно еще кинуть. Сможно протоколом нападения снять у него. Да как так-то? А, мхит. Защита сработала. И он продолжает стрелять, да? Да. Вот спелс. Протоколом нападения снимаем. У него овер. В смысле, этот. Сапресс. Дальше есть у нас возможность сделать быстрое развертывание. Кинуть дезориентацию сюда. 100% нужно. Я не знаю, на какую из змей. Наверное, все-таки вот так. А может, даже на обоих. Раз. Грянкой, скорее всего, левого надо добивать, потому что там все равно фланги, фланги, фланги. Ну, Кенг должен танковать. Увы. Погнали. Ну, кто, если не он? Нет, это не фланг. Давай метки глаз по берсерк. Ой, хорош. Кажется, второй выстрел у меня будет. Нет? Нет, не будет все нихрена. Все, и Грянкой убиваем левого. Кстати, остается... А, и там мантич все равно подставляется. Там не было кавера нормального, да, видела? Ну, все, сейчас мантича убивают, скорее всего. Держись. Держится. Вся защита пробита. Вот он, выстрел опасный, мега опасный. Мантич сразу погибает. Вот это опасный. Мантич хороший, не забыл. Хороший. Первая такая серьезная потеря. Ну, это еще не все. Тут не факт, что мы убьем быстро. Сейчас, видимо, надо как-то Грянку зак... А, Грянки нет. ХЗ, как лучше сделать. Приказа нет. Пушки нормальные нет. Ну, то есть здесь я не... Не убиваю его. Не, убиваю. Осколочный давай. Я понимаю, что это... Сразу минус лут, если что, но... Если осколочный плюс мелочи, может и сработает. Погнали. Отлично. Это еще жалко. Другой Лерия, хорошо. Кстати, был вариант встать за камер. Там не показывал, что можно встать за камер. Блин, ну, смотри. Блин, смотри. Блин, смотри. Блин, смотри. Блин, смотри запись. Блин, смотри запись. А ведь, кстати, был вариант. Там была, подсвечивалась только одна клетка, блин. Эксперты опять. И уже подкрепа. Да. С какой стороны ломать. Он же вообще доступен с другой стороны только. Так, у Мантича были какие-то, интересно. Черт, я не успеваю за ним прибежать. Мне кажется, надо сейчас забираться наверх и принимать подкрепление. Потому что, хотя нет, нормально все. Просто убегаем. И успеваем. Эффициентность 100%. Нет, топора у Мантича не было. О, какие мелкие. Так бы всегда. Так. А ведь был вариант, говорит. Потом спрашивает. Михаил, а что ты это самое? Советы не любишь. А вот мог бы. Ладно, Мантич потеряли, значит повезет. Бежал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ай, привет. Мишанин. Да. Мишанин. Привет. Только не банк. Оцени победность. Ах, я утрая пошкалей. На ляду десяти. И почему только на троечку. Я собака, ты собака. Неплохо, неплохо. Резонный вопрос. Как бы тут. Ну, потому что мутоны пошли, а я не готов. Мантич был, конечно, не самым топовым товарищем. На его жалко. Бегаем. Раз. Два. Два. Так, давай взлом сделаем напоследок. Ладно, хотя бы здесь взяли. Но мэг, видите, мутона не особо боится. То есть в два хода он его убивал. Ладно, в три хода. Блин, мантич еще жалко. Улетаем. Надо не забыть ученого взять с собой. Жалко, конечно, он пожертвует, чтобы остановить. Да, да. Но там можно было попробовать, типа, дернуться еще разок и словить выстрел. Вот. С овервочем. Флангуем. Флангуем. Сегодня мы с тобой флангуем. Убиваем спокойно. Магнус прикрыл наше отступление. Жалко, но не смертельно. То есть это был не самый топовый товарищ. И Ниндзи у меня выполняет такую роль. Боевые, понятно, они врываются и убивают. Но мантич был, кажется, второго звания только. То есть надежда еще есть, что... Так, и после этого, учитывая то, что у нас нет ранений, кроме мантича, мы, соответственно, идем сразу за рейдом, на рейд за материалами. Пытаемся. Сейчас надо внимательно выбрать. Но, скорее всего, это будет заступник, гранатометчик с заморозкой. Если у меня есть, конечно, заморозка. Манча жалко. Да, конечно, жалко. Он там реально спас. Одного порезал, второго спорезал. Уровень врагов увеличивается на 2, если проникновение меньше 100%. Было 99. Уровень врагов может быть, кстати, может быть. 5 Синджея, 5 ученых. Что по бойцам? Ну, весь топ есть. Весь топ есть. Тейку надо брать. Заступника надо брать. Так разве данный не сейчас? 3 дня. Погнали. Главное, 4 хотя бы уместить, друзья. То есть, 1, 2, 3. Помещается 4. А может, 5 поместится? И 5 не поместится. Так, а может, вместо спеца кого-нибудь взять по толковием? Искра поместится? Помещается искра! Ну, вон. 10, а 100% надо так идти. Только давай сделаем еще эквип. Гранатометчику бы, конечно, морозку, но морозки нет. Ваш канал на 100 рублей сообщает, чем Андер. Я так понимаю, ты уже с подсказками далеко зашел. Да. Но где же сам проект Аватар? Пока нет. Пока нет. Я обязательно сейчас сделаю еще... Жалко, заморозки нет. Но в целом... Сейчас сделаю... Во-первых, усиленные бронеплиты нужны. Всем выдать. Кроме скрым. Аптеку бы взять. На самом деле. Потому что я без спеца иду. Хотя бы одну. Мне кажется, надо сделать все-таки пистолет-пулемет один. Чтобы ниндзя мог не только от пары кидать, но и... Пострелять немножечко. Ниндзи, жилет из нано. Аптечку нано. Поместились, да? Что еще? Еще один сделать. Миссия важная. Да, давай еще сделаем дырокол. Ну, тяжу. Тоже пусть стреляет. Так, разведданных, кстати, у меня... Может и не хватить. Да, 30 хватит. Хорошо. При этом у нас диверсия у памятника. Здесь бдительность 2, здесь бдительность 2. Центр тайных идет лесом. Есть пока материалы, потому что у нас... Ну, можем поискать еще миссии какие-то, но почему-то мне кажется, что... Улучшенное лазерное оружие делается. И сплавы есть, и материалов немножко есть. Искра 2 дня. У нас полноценный отряд скоро будет. Давай-ка все-таки какой-нибудь из регионов. А, мне же миссии не нужны, потому что мне нужно ловить... Да. Я вот почему миссии не ищу. Улучшенное лазерное оружие. Тяжелый рельсотрон все-таки для Искры есть. Лазерная винтовка и вектор, лазерное копье для снайперов. Лучевой веры это для штурмашей. Боевая броня под вдохновением. Но требует она денег. Боевая броня топовая штука, ресурсов на нее нет. Я бы сначала все-таки... Основы исследований продолжил, ничего не требует. И начал потихонечку выдавать снайпам лазерные винтовки. Потому что рейд за материалами это... Это под снайпов в первую очередь. Мы можем выдать это, когда достанет время. Помним, что еще рельсотрон сделать. Так, развед данный? Давай соберем. Пусть четырех стрелочек, черепушки буром. Не дошли. Новая цель где? Откуда? Я не помню. Освобождение региона уже четвертого. Ну что, строить диверсию. Слушайте, я бы дождался. Я бы не стал делать ее пока. Я бы, знаете, что сделал? Перевел на разведданные. Ну потому что если пойдет... Пойдет активность сразу после этого, да? Сгенерится миссия. У меня должны люди быть уже на разведданных. И должны готовиться люди... Ну, короче, мне нужно вот через два дня эту миссию только брать. Ой, там МНЛО еще летает. Ой. Так. Больше делать я пока здесь ничего не... Подожди. Выбери сначала, посмотри. Можно еще одну искру сделать. Это минус лазерное оружие сразу же. Минус лазерное оружие. Тебе его как раз нужно сейчас доделать. Защитный жилет очень дешево и сердито. Давай лучше, знаешь что? Лучше будем копать. У нас там есть что прокопать. На пауде стоит. Раз, два. И Лерий из плавы уходит очень бодренько. Да, разок офицеров с крыльем. Блин, там уже рядом люди. Хочу улететь сюда. Он рядом. Ну это атака еще. Я не знаю, что делать. Так. Диверсию через день. Здесь нашли миссию какую-то. Один день освобождения. Это старенькое. Так, тут бдительность 1-1. Алло. Давай-ка на поиск рекрутов раз. На поиск рекрутов два. Что сканить я буду в этом месяце еще? Здесь материалы, окей. Что делать? Что делать, что делать? Расчищать. В штабе заступников. Да, секретные задания специально простаивают. У меня двух штурмовиков захватили. Ну все. Ускоряем проникновение. 10-12. Погнали. Первая... Ну, не первая, конечно, но... Ресурсная операция. Снизить силу адвента. Они перебрасывают силы сюда. Надо перехватывать ради ресурсов, ради пушек, соответственно, ради искр. Ради снижения общей силы адвента. А потом сразу диверсию памятника и пытаемся еще перехватить силы. Я взял двух пленных, там 20%, 25%. Сработало два раза. Так, только не торопись. У тебя 4 человека. Врагов здесь 10-12. Время не ограничено. Твоя задача увидеть паки. Я уже справился. Первый пак вижу. Так, там есть один нормальный, один не очень. Лучше никогда не подходить ближе. Так, у меня тут на Overwatch искра стоит. И драколом. Драколом является. И справа еще пак. Так, назад нужно. Срочно назад. Уже такая тварь, смотрите. Ой-ой-ой, это опасный пак. Капец, это опасный пак. Срочно в угол забивайся. И эти идут. Офигеть, я попал. Половина карты сразу здесь. Сможем ли мы уйти? Сможем, надо уходить. Прям в угол, в угол. Прям в угол, в угол, в угол. Вали. Да грязь. Даже вот так. Эти уходят влево, хорошо. Жалко заморозки нет. Фигеть. Просто очень шаг, что заморозки нет. И эти идут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я тут могу не справиться. Я тут могу не справиться. Что у Тейки? За негативные черта боязнь избранных. Ха! Кем в угол. Надо сделать так, чтобы только один пак нам подошел. Один ушел, другой подошел. Мы его там на оверх принимаем. Но они как-то очень-очень активно сдвигаются в мою сторону. Ворваться я туда не могу. Так, это тут уходит. Но они же назад еще пойдут, правильно ведь? Да. Гадины подходят реально. Тебе назад. Ну что, будем пытаться этот пак ловить? Я не уверен. Уходит. Начать лучше с него. Он пока что самый сильный из того, что я видел. Так, и он доходит до вот этой вот кучки камней, да? Ладно, тогда ждем. Ждем возврата того пака. Ждем возврата этого пака. Смотрим, как они ходят реально. Ну и вроде надо было сюда лететь, да? Ну, это пачка сложно очень. Так, ближе уже тот. Тот пак. Райдер там скидывает ссылку, как раскидать два пака и не завалить трое. Че пишет? У тех радиус очень большой. Нужно их поймать, желательно... На таком же самом подходе. Есть еще вероятность, что нам мне придется с двумя паками сражаться. Знаете? Сейчас нам даже поближе идти. И пытаться их принимать. Да-да. Ну, а как иначе? То есть ставить сюда искру. Ну... И надеяться на лучшем. Они сначала вправо, потом... Потом будет наменять, да? Да, как-то так они и шли. Ну, в этот момент появлялся еще следующая пачка. Идут, да? Стоят. Да, идут. Кажется, пошло, поехало, да? Ой... Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, Миш, назад. Как же хорошо, что они не дошли сейчас до искры. Да что ж такое-то вообще? Вообще? Те пришли с новым кругом. Опа. Разве так было близко? Да, сейчас надо сжаться. Просто сжаться. Против шестерых я не справлюсь. То есть я их не убью. То есть могу убить, но это крайне маловероятно. Ну там типа граната, осколочная, что-то еще придумать. Снести кайвер, попробовать добить. Но один вот этот черный товарищ, он нейтрализует у нас одного бойца. И генерирует еще одного бойца. То есть из трех получается... Из четырех у него получается три, у него из трех получается пять. Ты помнишь про молниенственную призрака? Не, не помню. Не помню. Да ладно, флангуют, кажись. И мне придется сейчас драться с полудюжиной врагов. Да ладно. Фланганули? Нет, кажись. Эти уходят. Ну вот сейчас... Пошли? Пошли. Эти проще значительно. Ты один черный вообще. Другой милишный. Ну вот сейчас надо искрупать подводить. Это аформатив. Это аформатив. Уходят сейчас. Уходят. Как бы момент поймать, а? Чтобы посражаться. Тот же пак сейчас поверху пойдет. Капец страшно. Еще мне усталость идет. Чем дольше миссия идет, тем... Это вот зеленая шкала. Это фатик. Как-то надо принять первый пак. Чуть-чуть отступить назад, чтобы уменьшить вероятность пула следующего. ХЗ как. И они ходят по всей карте. То есть выскочить могут в любой момент. Я не верю в райдер. Подходит один, и там возвращается второй. Да как так-то, а? Да как так-то? Непредсказуемо. Может реально начать с этого пака? Пока. Сейчас скажу, что я соберусь на русский перевод. Не знаю, как его найти. Дали ссылку, я скачал, поставил. Все, как бы... Снова уходят. Они возвращаются где-то ходов через восемь, через девять. Круг у них заканчивается. Один тут совсем простой. Второй милишный, которого можно ушатать. Так, эти уходят. Так, ну ладно, давай попробуем увидеть... Где следующие... Следующих нет. Возврат. Похоже, надо сейчас их пулить уже. Раз. До вас. Возьмите. Погнали. Так, ну они не на меня идут, они уходят. А ближе идти не хочется. Чем ближе, тем выше вероятность пула. Да что ж такое-то? Где же возможность-то моя, а? Где же моя возможность? Сейчас все вернутся. Да, вот они и возвращаются. Как не вовремя. Я их вижу. Главное, чтобы сейчас те не пошли на меня. Уходят. Все. Тогда давайте левый пак пытаемся спулить. Левый пак пытаемся спулить. Этих пока видим, но это такое... Соответственно, ты сюда. Ты сюда. Погнали. Так. Блин. Да вы что? Ладно, вроде ушли. Но они по краешку идут, очень опасно. Так. Ковров нет. Я не знаю, что делать. У меня уже усталость. Все. Идем дальше. Все, давай в левее брать. Левее брать, сейчас пулить. Левее брать пулить. Да, поворачивай так. Подходи так. Подходи даже так. Подходи сюда. Искру. Ты видишь всех? Всех видишь? Искру как можно ближе подвести. С Богом. Любое движение в мою сторону. Погнали, друзья. Так. Мне нужно везение здесь. Я не говорю про попадание. Хотя было бы неплохо. Я говорю, чтобы справа пак не приходил быстро ко мне. Так. Этот пошел. Овер. А у него молниеносные рефлексы. Есть урон. Десять. Хорошо. Ой, хорошее начало. Так, змея. Ай, ушла далеко. Так, овер. Овер. Хорошо, теперь. Я не могу двигаться. Я должен их убивать так. Без движений. Быстро развертывание, скорее всего. Овердрайв, скорее всего. 54 пробуем. Овердрайв. Понятным. Уже плохо. Хлыст 56. Блин, как мне их убивать-то, а? Без подхода, а? Я хз. Гранатами как? Чё здесь? Чё здесь? Ну, здесь, видимо, вот так надо будет делать. То есть налево мы кидаем дезориентацию. Жесть. Блин, какая жесть. Тут бы один рейнджер нормальный всё размотал бы. Дальше пытаемся. Или всё-таки этого? Да, лучше этого с кавером. Чё-то мне кажется лучше его. Похоже, отроди залил катку на избранном, начал на вытро. Понял. Так, здесь мы добиваем раз. Призрака, скорее всего. Ну, конечно. Погоди, может, из крови всё-таки лучше 86. Я могу их не перестрелять просто, понимаете? А мне как-то надо. Тут неуязвимость у товарища. Я же убил. А, ты, я не убил. Вот это плохо. О, нет. Отравление. Но сейчас будет ещё выстрел. Блин, нет. А чё я заступник это не упадет? Ошибка. Я думаю, надо отступать. Ну, для провокации на овер. Только так. То есть отступать за фулл кавер. Чем дольше я стою, тем больше шансов, что... Мы кого-то увидим. Блин. Овер. Ханкер. Ханкер пока. Да, они меня расстреляют. Есть, давай, давай. Цель, ангриф, gescheitert. Я-то защитилась. Ну, ходить полностью, чтобы вечно не было раз. Вставать на оверс, но он... Здесь ханкерить, блин. Здесь ханкерить, блин. Давай, попадаем. Есть. Попадание одно, хорошо. Вот. И там пак. Ой, там пачка новых. Ой, там пачка новых. Че делать? Я, кажется, здесь уже не справлюсь. Ну, а как? Дар хлыстом. Да, удар хлыстом. Половина действия хотя бы. Есть. Есть. Есть ханкер, нужно делать. Вступаем еще. Овер. Ханкер. И это гг. Особенно так. 15, промах язык. Компакт стоит. Ну, здесь надо проходить, паспанговать раз. Восемьдесят девять раз. Есть. Есть. Ханкер. Ханкер. Так, они уходят. И подходят. И понеслась. Так. И еще справа пак. О, я без ибака еще. Ну, это конечный. Это уже это конечный, да. Скоро с овердрайвом. Довяжет сюда и должна будет шапнель кидать. Запомни клеточку. Стоп. У нее через какое начинается урон? На какую клетку? Можно увидеть. Через одну, да. То есть мне нужно подходить вот сюда. Ну, это не последний пак. Девять человек. Там еще один. У меня нет сейчас возможности никакой с ними справиться, кроме как ворваться и рассекречивать ниндзю и шапнелькой пробивать. Раз, два. Три, четыре, пять. Выстрел хороший, конечно. Погнали. Есть. Минус один сразу. Минус два. Ой, какая искра топовая. Так, здесь надо врывашки фланг делать, да? Ну, типа вытанковывать. Вытанковывать без хп. Развертывание обязательно. Или докинем сюда гренку. Надо сюда гренку докидывать с точным. Да, получается так. Фланг раз. Сотрим. Ну и вахтер, вахтер. Размотаю тебя. А ты же здесь флангуешь, да, его? С кавером. Давай так лучше. Пытаемся получить неузъемность 82 раз. Ну, ё-моё! 82-2. Так, неузъемность есть. Минус еще один. Так, чё ниндзя? Можно даже не врываться на ниндзей, потому что... Скорее всего так, чтобы милишник не вбежал в меня, не оглушил. Делаем дезориентацию, кидаем гренку. Последние гранаты. Откидываем. Гренку. Да, гренку. Хорошо, поломали броню. Покоцали, хорошо. Чё делать ниндзей? Рассекречиваться или нет? Мне, в общем-то, кажется, что еще рановато. Ну, то есть, сейчас у нас конечно, прилетит к нам. Прилетят разные вещи. Но я сильно помочь в этом не могу. Я бы подошел наполовинку, чтобы в следующий раз можно было топор кинуть. Подлечил бы, соответственно... Лечение не снимает инвиз, друзья? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Лечение не снимает инвиз. О, повар, здравствуй. Кажется, протокол защиты... Ну, протокол помощи точно не снимает. Лечение, может, тоже не снимет. Хотя, черт его знает. Там, говорят, есть какая-то иконка, что, типа, ты... Проверяем. Проверяем. Проверяем, ладно. У него защиты все равно нет. Просто снимает инвиз, рисует значок. Понял, спасибо. Главное, чтобы сейчас 4-й пак не пришел. Стреляет по полу каверу мне. Мимо, хорошо, держимся, друзья. Это фланг убирает с фланга. Овер. Эту змею мы не дезориентировали. Это опасный выстрел. Скорее 3%. 3%! Серьезно! И овер. Хьюстон у нас проблемы. Два овера. 10-12 людей. Мне кажется, пора ниндзю скречивать, блин. Свободное действие топор. По кому? По овервотчу справа. Бросок топора. Раз. Давай, попади с критом. Убий сразу! Не убил. Ну, почти с критом. Хорошо. Позже. Искрой надо снимать овер. Ходить ближе. 96, давай. Здесь, к сожалению, у меня перезарядка. То есть перезарядка и дезориентация. Тут мы пытаемся просто убежать. Желательно за фулл кавер в ханкер, но... А, вот он. Далее. Дезориентация. Причем дезориентация, скорее всего... О, мы здесь с места постреляем. Давайте. Ну, я не хочу сейчас вбегать в конце хода. Дезориентация на милишника, видимо. Так, да? Так. Блин, три человека. Убили шесть человек уже, а? Ну, еще есть люди. Еще пачка. Ну, главное, с этой справиться. Держись, тейка. Тейка 16% мимо. Меня змея беспокоит. Она хоть и раненая, но видите, она... Так, это ты что сделаешь? По Мэг стреляет. Мэг. Мэг держится. Хорош. Овервотч, не забудь. С места выстрелить фигня. Овер, надо срывать Мэгом, видимо. Так, главное, сейчас еще пак не спулить. Побыстрее попытаться их убить. 84 раз. Хорош. Дальше. ХЗ, что делать? Кому приказ? Уже дорезать все тейкой. Или просто убрать ее? То есть дорезать сейчас этого товарища и убрать ее. Чтоб пережить еще один ход, типа. Пусть она по искре стреляет. Ты ханкер. Не, ну я не пробиваю ее. Давай убирать ее. Командная работа. Я хочу спрятать ее с фланга. Девять человек. Еще пачка. Одна... Одна... Змея и пачка. Нас троим. Ой, мясорубка. Ооо! Оно так работает. Вы видели? Уаа, я не знал. Змея попала языком. Ей тут же язык отрубили. И змея умерла. Ооо! Не, на самом деле это бак от выражения. Ее присобачили, на самом деле, поближе. Но она убила, как только оказалась рядышком. Девять человек убили. Не, я думал это конечное все. А тут еще какие-то шансы даже есть. Ну, кровь, ясно, никуда не идет с таким этим. Может, давай кинуть, пока не поздно. Еще же есть опция. Фух, красиво. Так. А вдруг, чем сейчас там милишный мутон окажется? Ну, будем его резать, пытаться. 10-12. То есть, по сути, от 1 до 3. Так что мы победили? Похоже, очень похоже, что победили. Так все откатилось уже. Подходим потихонечку. Бегом будет ausgeführt. Там адвент. В целом, тут местность неплохая. Ну, и самое главное, я уверен, что я могу ворваться. То есть, там максимум 3 человека. Это... Так, давай не будем отставать остальные. Так что мы будем отставать остальные. Мэггердис. Ранение все-таки скра получила. Наверное, вы расстали, да? Ивак есть. Кем прорываться, я не могу понять. У меня легкого шага нету тейки. Надо... Надо, конечно, ей в следующий раз изучить эту штуку. Так, куда мы можем прыгнуть? Блин. Не знаю, чем мне оверснимать. Ну как, чем? Чем искрой. Царапина повезло. Этого мы, соответственно, пытаемся расстрелять острой. Ой, хорош. Повышение. Шикардос. Здесь. Ну, я ближе не подойду нормально, да? I advance. Я бы даже искру спрятал вот сюда. Ну, чтобы по ней сейчас на халяву не стреляли. Лучше пусть будет фулл кавер. И... Хотя тут 40-50 попадает. 40. Царапина повезло еще. Фу, хранение у заступника еще. Но... Тут прям... Красиво. Ребята справились вчетвером. С такой... А помните три пака? Если б не искра, я б ничего не сделал. Ну, отверонение. Бастет приходил ко мне. Басточка. Позови бастета, Женя. Слышишь? Красивая кошечка. Приходила, ждала, да? Но мы сейчас вытаскиваем большое количество трупов. Ой, два ранения. Кинг-то ладно. А вот гранатометчик и, самое главное, заступник уходят на 18 дней. Так, если ты на оверах с дыроколом, то что тебе еще нужно? То есть ты стреляешь. Голографическое целеуказание скорее, да? Да, и сторож дальше. Ну, хорошо. На планетных сплавах 13, кристаллов 11, материалы 7, ядро 1, трупы, 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 трупы. Экстренная стабилизация. Кстати, умные макрофаги можно сделать кому-нибудь, типа Зилка. Вайпер, отраивленные патроны. Так, отрицательная черта. Так, во-первых, нужно сюда одного ученого раз, для того, чтобы восстановление было. Во-вторых, отрицательную черту будем с 10 дней. Ладно. Пытаемся снять. Сейчас может быть еще один рейд. Мы устраиваем диверсию памятника Адвента. Здесь рекрутинг, рекрутинг. Здесь бдительность 4 уже. У-у-у, с чего это вдруг? Диверсию погнали устраивать. И после этого тут же сканим разведданные в том регионе, пытаясь перехватить. Так, сейчас на самом деле мы можем повыдавать снайпам лазерные пушки. Сделать искром новые пушки. Заказать новую искру надо было только что, сейчас. Или я заказал. Надо перепроверить. Блин, рано на миссию полетел. Рано на миссию полетел. Давайте аккуратненько здесь справимся. Тут штурмаши у меня. После этого можно штурмовика отправлять на секретную операцию. Это без ограничения по количеству ходов. Очень ленивые подкрепления здесь. То есть в целом эта миссия такая провокационная. Провокационная чисто для того, чтобы еще один рейд спровоцировать и силу адвента снизить. Точка близко. Можно сломать еще. Ой, слушайте, давайте снайпа потом выставим в начале следующего хода. Куда-нибудь сюда, на угол. Он будет все простреливать. Давай-ка. И он увидел уже кого-то. Гранатометчик, окей. Все это самые ресурсные миссии. Поэтому я бы хотел собирать от них все. Так, подкрепа, точность, большой запас материалов. Большой запас материалов. Это звучит весьма неплохо. А, у меня же здесь еще две заморозки. У-у-у, ребята, у нас же две заморозки еще. Но после этой миссии надо прям всем лазерное оружие. В четыре убежища четыре лазерные винтовки сделать. Этих замораживать не стоит. Они такие страшные они. Ярхогр написал, скилл явно подрос. Ну да, там такая аркада была. В прошлой игре просто дикая аркада. Какой скилл? Просто нарандомил. Там от пушки Мэка все зависело. Просто все. Кажется, подо мной были, да, люди? Судя по звукам. Штурмашевый тоже поближе. Давайте этого поближе к нашим. Вот, я хоть и могу магнитку исследовать. Но там, во-первых, на это нужно где-то три недели. Вижу, пак, псионик мелькнул. Кто там? Мэк еще? Подождите, слева, 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 слева. Слева пачка из трех человек минимум. Кажется, подо мной дрон. Летает просто. Стекла вышибает. О-о-о, вот сюда нужно гренку закидывать. Заморозку. Пытаться. Хотя в рамках этого хода очень рисковое мероприятие, потому что если подо мной действительно есть дрон. Рон, дон, дон. Блин, они сейчас мэка могут увидеть. Все, эти ушли. Хорошо. Не-не, начнем с центральной. Там кучность высокая, и это там серьезнее враги, чем эти. Как будто реально там кто-то есть. Пробуем пройти сюда. Не вижу никого. Попробую пройти сюда. Увидел кого-то. Так, но это не те, которых я видел. Там третья пачка еще была. Там была еще третья пачка, точно. Плюс они бывало встречались вместе. То есть есть вероятность, что они все под одну заморозку по дрону в посудной лавке. Да, стекло бьет. Вот еще кого-то увидели. Так, а вот это не совсем то, что я хотел. Так, давай-ка спеца понижим. Снайпу поближе. Протокол блокировки несерьезный пока что. Я бы убрал еще потенциальный здесь фан. Я уже знаю, где все пачки находятся, друзья. Я просто хочу увидеть ту самую третью, опасную, самую. Не вот этих, потому что здесь одного убиваешь, второй там два-три хода будет просто для тебя огнеметчик бежать. Он бронированный, конечно, но дрон тоже не особо. Один спец его либо выключит на ход, либо убьет в один-два хода максимум. А вот а вот здесь меня интересует. Прямо настолько интересует, что я даже подойду ближе. О, Йохан Палыч! Спасибо, Йохан Палыч. Ничего не сказал, но спасибо тебе большое. Йохан Палыч. Сейчас дождемся здесь выхода. Это не тот пак. Там точно были какие-то белые ноги огромные. Ну и где-то должна быть третья пачка, правильно? Хотя, в принципе, можем с этих начать. Можем? Да можем, конечно. Погнали. А погнали. Быстро развертывание раз. Хотя он за кавером стоит. Я его вообще видит, Мэг? Мэг мне еще не подошел. Я не совсем готов. Но быстро развертывание уже сделал. Ха! Ладно, погнали. Бах! Сразу и вак, на всякий случай. Ну мало ли тут выскочат милишные мутоны и все. Да, мы пулем сразу дроны. Пак справа нет. Здесь просто стреляем по этому раз. Постреливаем тоже просто. Но, видите, лазерного оружия нет. Соответственно, я тут медленно ковыряю его. Так, снайп без бронебойки, к сожалению. Поэтому снайперам ну, я лучше попробую протоколом его убить. 50 на 50, что убью, потому что у них не 4 хита уже, а 5. Но нанесли нормальный урон. Соответственно, снайп 93 лучше по солдату адвент, потому что у него точность хорошая, а остальные не справятся. Хорош. Лутиецкий выпал. И... Что, постреляем в рамках этого хода? Да, блин, надо было метку поставить. Я что-то экономил. Смотрим. Считайте, минус 3. Ага, вот и пак. Вот кого я видел. Окей, офицеры Мэг. Картинка складывается уже. Мэг запрыгивает. Странно. Офицер уже делает метку. И... Смотрите, я бы хотел подморозить кого-то из них. Ворваться в принципе можно. Что мы знаем? 5, 6, 6, 7, 6, 7, да? 100, 156. Но здесь у нас не... не хороший момент, потому что... так, так, а ты докинешь в общем морозку? Не факт. Вообще не факт. Ты сюда подойдешь? Может быть, докинешь. уже ход такой на грани. Да, докидываешь. Давай пока не будем. Здесь run and gun. Погнали. Пытаемся... Ну, я рискую. Третьего увидел. О, это плохо. Не, не увидели. 95. Убьем. 4, 6, конечно, убьем. С критата убьем. Где крит? 95 процентов! Окей. Я вертел. Повердрайв. Этот в стасисе. Думаю, заходить и кидать шрапнельком. Ну, именно, чтобы можно даже вот этого убивать. не, нормально все. Снимаем здесь броню. Все. И дальше спокойнее. Спокойнее, да? 4, 5. Приказ у тебя есть. Ты можешь увезти штурмаша или вообще приказом его долбануть? Давай, протокол помощи на искру. Потому что одна подметка и по ней больше шансов попасть. Хотя, наверное, надо было оставлять, чтобы... И, соответственно, приказ на штурмаша. Ну, потому что это как бы нереально просто. Как так? 95 процентов, алло? Что ты сразу критонить не смог? Один к 20. Здесь естественно, пытаемся убить этого упыря. Ой, ну куда один хит оставил, а? А почему мне дают по этому стрелять? Как будто Стасис на нем не работает. Давайте проверим. Странно. У него не было Стасис. Все, замораживаем. Не это самое. Не рискуем. Ладно, разрулили кое-как. Пять человек. Еще двое справа, это семь. Еще где-то один дрон, скорее всего. Так что нормально. Это мой мэк топает. Все ок. Не забываем лут подобрать. Взлом так я специалистам и не выдал, кстати. Снайпу выделяем мэком. Мэк-мэк. Свалился красиво. Движок тут, конечно, классный. Давай, вак все равно. Ну... я бы сейчас... подспрятался немножко. а те, кто выскочит, они же могут мне сразу выскочить и выстрелить. Вот они выходят на шум. О-о-о-о! Сразу царапина, правда. Блин, надо искром сделать пушки тоже. Еще кто-нибудь? Броня жесткая. Ну, сейчас гренку кинем, там у нас разлом хороший. да не ори. Бомб has been planted. Ой, Соколик, привет! Ох, у нас тут такая движуха, ё-моё. Классная. Уже потерял сегодня одного мантича. Второго мантича пока не терял, но одного уже было жалко терять. Подходим раз, закидываем гренку чисто, чтобы снять вообще лучше и чисто снять, и покоцать. Так не получается. Вчера тебя видел. Взаимно Соколик. Зацени, какая у Михаила футболка классная. Смотри. А? А? Так, перезарядка. Искре можно выдать экспум. Снайп не может. А, давай. Так. Продвинутый числящик. Раз. 80 мимо. Два. Он может пожечь, но искре на горение пофиг. хороший урон. И попробую закинуть дезориентацию. В целом, 7 человек вполне вероятно. Привлекаем внимание адвента. Пытаемся вывести их на ресурсную миссию. Что они делают? Ну, у него огнемет работает. Он снимет меня. Сейчас хп, но, по крайней мере, я. И стрельба тоже здесь, да? Мимо, хорошо. Ну, дезориентация помогает. Так, далее. Run and gun, к сожалению, нет. флангануть дальнего товарища я не могу, но могу кинуть туда гренку так аккуратненько, чтобы снять стенку скорее, а не его. Взлом хотел, да пока нет. Взлом хотел персональный боевой модуль поставить после миссии. Выживает, гад. Так, снайпу. Петру, 74 рус, выдаем этот фраг. Малутецкий падает, звенит. Иммунитет из Крым. Он такой дистанции, кстати, 60. Надо было метко ставить. протокол нападения, давай сразу. еще дезориентацию получается, кидаем. Кидаем дезориентацию. Возможно, он последний, 79. Все, хватит. Овер, окей. подгорает немножко Фоллэн. Молниеносный у нас есть, поэтому раненган, потому что я не достаю немножечко до фланга и пытаемся забрать его. Ну как пытаемся, мы забираем его тут. Даже царапины его не спасают. Изи, собрали весь лут, убили всех, хранение не получили. Повышение получили. Псионика. Так, ну теперь... Ааа, нет. Еще не все, еще где-то кто-то как-то есть. Я полагаю, это дрон. Сегодня прицел в раскорячку берет там. Мне бы узнать, где враг до того, как подкрепа придет. Да, это все-таки был дрон. И он сейчас будет действовать, потому что я сходил напоследок. Надеюсь на оглушение. Чуть-чуть, один хит оставил. Ой, сторож, может второй раз постреляем, нет? Он так не работает, он работает на другую цель. Ладно, оглушение это фигня. Ну это получается второй дрон, то есть это точно последний человек. Тогда нужно взломать что-нибудь для большого запаса сплавов. Материалов. Давай, 33. Найп. Подкрепление. на подкрепление на следующий ход. Возможно, даже, кстати, не пролетит он. Ну, типа, мы всех убили? А, нет. Прилетит подкрепа. Это хуже. Давай. Пытаемся принять подкрепа. Непростые. Блин, они хорошие. Блин, они хорошие. Взрывать сто процентов. Как бы мне тут... Мне они особо не нужны. Они все особо не нужны. Бегом, скорее всего, приказ сразу. чтобы люди собрались, так скажем. Тут овердрайв. Жалко, на искру не действует приказ. Что на... Самая левая, что ли? Я думаю, это будет хорошо. Важнее даже стенку снять ранее дальнего, чем убивать, сейчас добивать офицера. Но гранаты очень посредственные. еще накидаю, чисто чтобы тоже хп снять. Но тут тут есть ненулевая вероятность, что я наполучаю. Искра можно получать, если полетит вперед, побежит вперед. А ей как бы надо вроде как. А может и нет, уже ей не нужно. Протокол помощи на нее. Флангую одного. Ну 80% плюс у нее жизни вагон. Какая она топовая. Это с базовой пушкой она, понимаете? С базовой. Метка. И выстрел. Сейчас Искра может пострадать. Мимо 30. Он раненый, красный туман работает. У этого хорошо может быть. Грянка, что ли? У вас уже грянки есть. Так, легкое ранение уграннометчиком. Ничего, 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 ничего. Три хита, надеюсь, я здесь сниму. Пистолетом, пулеметом. Отлично. Аж 5. Ну Искра не должна промахиваться в такой ситуации. У нее 100%. Но это должны быть последние. Да. Фух. Не обошлось без ранений. Но много все собрали. Надо сейчас прямо в этом регионе сидеть на разведке 10-ю леммингами и нашим кораблем тоже сканить, 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 пытаться перехватить силы Адвента, которые он направляет в этот регион. Искры топ. Это базовая комплектация. Понимаешь? Базовая комплектация. Сейчас перепроверить, заказана мне четвертая Искра или нет. Заказать. 6 дней гранатометчик отдыхает. Специалист. Протокол сканирования вообще топовая штука. Штурмаж. Тоже взрослый. Прирожденный убийца для максимального крита вот чтобы не было 95. Прицел взлома, автоизаряжение, пси-атака. Да, в зоне испытания ничего не делается. Это плохо. И это значит надо делать Искру. Можно еще одну заказать в прок, но эти деньги лучше сейчас потратить на снайпов в убежищах. На снайпов в убежищах. Еще бы патронный коготь сделать. Ай, ядер мало. Давай расчистку инопланетной техники убираем. Подключаем инженеров на Искру. Вместо 16 дней 8 вместо 8 дней 6. Далее. Производим предмет. Денег у тебя нет. Если ты сделаешь три винтовки, то у тебя не хватит на оружие стандартным товарищам. Как насчет влиянием фракции вот что нужно сделать. Берем штурмовикан. Нет. Изготавливаем ему сейчас первый дробовик. Лучевой верх. Еее. Влияние фракции это плюс совет. Ой, плюс приказ точнее. Плюс совет это у нас в чатике плюс совет. улучшение старое снимаем. Фил бот здравствуй. Лучевой веер. Саламон, конечно, хорош. Улучшение оружия. Удив все равно лазерный для крита. Расширенный магаз наверное лучше сделать. Хотя для него лучше автозаряжение. У него патронов много внутри. У меня двух штурмовиков утащили на низкой вероятности. Fallen плюс кто? Еще один штурмаж давать ли ему? Давайте не жадничай. Да. это на вод к лонгвор сделали, да? Да, привет Данпел. Сто лет тебя не было. Персональный боевой. О, кстати. Давайте умные макрофаги штурмашу. усиленные бронеплиты. Маневренность поменьше не буду забивать слот. Улучшение оружия. Модифицированный лазерный прицел. Давай, расшири на магазин. Так. Влияние раз, два, погнали. Можно сюда еще инжей закинуть. Но инжей у меня копают и здесь заняты. Никогда бы не подумал, что мне понадобится здесь инжи. Так, 32 бакса. Давай-ка ты на черный рынок еще. Нет, вообще надо сканить сразу. Хладно. Прохладно. На черный рынок надо все-таки слетать. Привет. Два раза расстроился, когда узнал, что проработал стрим с разрешенными советами. Второй раз понял, что я посоветую ничего не могу. Все еще актуальный совет. Так, труп солдатов адвента дорого. Продаю, тем более я сделал уже броньку. Да я на производство труп вайпера для этих нужен. Возорная пушка расширена магазин. Матисторный прицел очень хорошая вещь. Адаптация взлом. Сейчас мы это все закинем. Планшет может быть. внимательность овер это можно специалисту кстати сделать. Специалист там зайдет. Ладно, хватит. 60 баксов на две пушки. Такое. Бдительность 8. Ну пробуем искать. Не знаю насколько реалистично с такой бдительностью обнаружить. А может мы сюда ученого поставим вместо этого? Чтобы еще 20% выиграть. Давай-ка попробуем. И ищем. 6 дней. Здесь рекрутинг, рекрутинг, бдительность 2. Здесь материалы бдительность 3. Давай рейд. Сила адвента здесь 1. 1. Эвакуация VIP. Что такое? Минималка, улика, быстрое реагирование, показать отряд. Один человек, погнали. Первый LV-то проходил активно используя вики, по которому еще не создали. Есть только старые вики, по второму имеется в виду, но не по War of the Chosen. И учитывая патчи, там все часто меняется. Я думаю, сам повесил, да, мне кажется, вы неверно понимаете работу бдительности. Я неверно понимаю работу бдительности, безусловно. А что дает бдительность, Финкс? Так, у нас VIP, ИВАК, так себе транспортное средство, то есть я вижу, что надо будет идти. Надо будет идти, друзья. Так, это у нас призрак, линдзи, который не боевой, а я слышу змею. Змею слышу близко. Врубаю призрака, а то могу так и не врубить. Да, да. Если давайте будем от ИВАКа, вижу троих. Блин, неудобно, неудобно к ИВАКу проходить. Эта пачка скорее всего не та, которая стоит рядом с... То есть мне нужно еще заходить отсюда будет. Но в целом, если мы вот сюда вот прыгаем, то потом в один ход уходим. Теоретически поменять еще можно. Он не снижает шансы найти миссию, но самые простые миссии по спасению народа перестает появляться. Двент просто стягивает силу в регион, чтобы была равна бдительности. А какая вероятность мне с таким количеством людей в регионе, ну, 10 человек плюс КАН-4 найти... схватить рейд. Перестает появляться, я понял. вышка неудачная стоит такая. И есть подозрение, что надо выходить мне поверху все-таки. Здесь я вряд ли пройду. Нет, нет, нет. Давай, соваку, начнем. А, я здесь не пройду. не зайду давить. А я уже назад не выхожу. Класс! Ну, что, единственный момент это попробовать через правую часть, там есть лестница. Здесь не забраться. К сожалению, чем больше сканировать, тем лучше, конечно. Да, понятно. может, призракан был прожимать, вроде рановат. Вот это встреча. И они до сюда дошли, прикиньте. Минус ниндзи, конечно же. Блин! Я даже по подлагу уже понял, что что-то не так. Как они до сюда дошли? Ну, это было единственное место, куда минус пятый человек. Уникнул человек на мосту и отвернулся. Да, чатик читаем. Жалко. Мне кажется, надо сейчас посмотреть, сколько у нас осталось вообще этих самых ниндз. Три человека. Очень плохо. Вербую новую. Минус 20 баксов. В партизанку учить. Офицерский забыл. Так, вредитель или испытание боем. Каждый солдат ниже сержанта по званию будет автоматически повышен после успешной миссии с этим. Так, вредитель. Один разобоев задержать прибытие подкреплений на один ход. Испытание боем. повредитель. У нас нет такого. Сканим с ученым. Там еще на ложку летает. Так, захватите предмет из транспорта. Это у нас проникновение ускоряем. 7-9. Освобождение это Liberation. Это последнее в этом в Северной Америке три региона. В двух уже выполнено первая миссия. Во втором, ну, в третьем только сейчас. Менес-1-5. Так. Заберите из транспортного средства. Я вижу его. кто у нас есть? У нас есть специалист-командир. Начинающий рейнджер 1, начинающий рейнджер 2. Ниндзя весьма-весьма неплохой. А почему у тебя саппорт? А, ты молодой этот. Два ниндзи у меня. И сразу пачкаем две змеи... Три змеи. Блин, три змеи опасны. До взрыва контейнера мало времени пытаюсь подсветить. Еще кого-то увидел. Да вы что? Шесть человек у нас здесь под боком. и... Ну, надо принимать. Две пачки позиции у меня очень плохая. Серьезно. Сейчас прям очень плохая позиция. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, враги опасные. Эти уходят. сейчас я к цели пойду. Я этот пак оставляю за спиной. Все, хватит. А на этот центральный мы, видим, идем как раз. Он не такой опасный. Там милишный один, змея и черный. Они причем тоже сдвигаются. Правда, к сожалению, здесь вышка, которая нифигово так перекрывает мне весь обзор. Не, погоди. Так. каверов нет, нихрена нет каверов. просто. Я бы уступил хотя бы. погнали. 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 И один, скорее всего, на машинке. Эти возвращаются. А, вот это плохо очень. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти возвращаются. Сразу два пака. Здравствуйте. понеслась, блин. Есть раз попадание. Два отлично. Змейка эта еле живая. Фланганули. И эти трое разбежались хорошо. Так. Смотрите, во-первых, я бы снял овер помехой простым действием у спеца раз. Этих пока не трогаем. Наша задача убить дальних, задних по нескольким причинам. Первая причина это ты, вторая все твои мечты. Дело в том, что здесь, скорее всего, третья пачка. Если я пойду вперед, у меня начнутся серьезные проблемы. Проблемы. Поэтому я должен думать, как врываться, куда врываться, в кого врываться. на эту Найку я никак не могу по-другому. Так, приказ есть. Гранатометчик есть. Гранатометчик ориентировочно вот этих двоих пытается покоцать, но, к сожалению, не удается. Да? Ну, здесь у нас фланг-фланг, даже дуплетом можно жахнуть, но, к сожалению. Ладно, ты так, окей. 88, нифига себе точность. А дебют что? 25, конечно. Здесь врыв хороший можно сделать на кого угодно, на ее, А, подожди, на кого угодно, не на кого угодно. Вот, куда мне нужно с ниндзи врываться. Видимо, погнали. мне показалось, что я кого-то спунил. Так, это раз. Да, не спулили. Этих двоих, соответственно, надо. Фланг вряд ли. Здесь скорее фланг. коцать под зилка пробивать. Что ж, это что-то нужно сделать. Ай, блин. Убегать будет, гад. Так, давай, так уходим. Раз. Дальше. Сколько зилу-то нужно для того, чтобы влететь? Какой урон? 4,6. Офигеть. Хреновас там. Хреновас там. То есть, надо кидать гренку так, увы. К сожалению. Ой-ой-ой. Они точно будут действовать. Здесь, соответственно, зилот вырвашкается в эту змеюку-подлюку. Райчер страйк. Только сейчас заряжаются. И там царапина до очень срабатывает. прикольно. Прикольно. Очень интересно. 500 шансов на поубивать вообще никаких нет. я выхожу здесь из инвиза. Я понимаю, что у меня ниндзя, но мне нужно пытаться помогать. Понимаю, что он не блейдмастер, но эту змейка вон чикает. Что с этой змеей делать? Я хз. Скорее всего, даже ее дезориентировать. Тут убивать протоколом. Понятно, что там врубашки сейчас будут. Но блин, серьезно? И кого мне под нее подставлять? Вот эту змеюку. Ладно, рискуем. Протокол нападения минус найм. Лут, конечно, жирный, но неопытные рейнджеры меня очень, конечно, вводят. Сейчас мы ее раним немножко. Ну где? Где? Где крит? Где крит? Я не пробиваю. Здесь надо уходить куда-то сюда и кидать на нее дезориентацию просто. Да, блин. Двое действует полноценно. Найку мы хоть окружили, но она может сейчас мне жахнуть просто с критом легко. Уходит и... Да, жахает, блин, нет. Промок 70, как же мне повезло, капец. Сейчас милишник вбегает спокойно в спеца без сознания. Так, я умею, кажется, в сознание людей приводить. Правда, сначала седацию делаю, а потом уже привожу. Здесь фланг по рейнджеру мимо. Повезло. Два события положительных и в результате мы... Так, взрыв контейнера пять. Да ничего, там один пак остался. То есть ты смотри, куда врываться. Давай, ладно, так. Тогда. Ну, надо зарядиться. Пофиг, что он не справился. Узелка, у которого еще четыре хита, это, конечно, горе в семье. Здесь у нас дуплет, скорее всего. раз. Здрасте. Так что, странно в воздухе. Честно, это не я. здесь мы приводим в чувство подъема. Ну, этого режем, получается. Если два раз. Хорошо. отделался, как говорится, легким испугом. Как же мне Нинз нравится. Такие врывы у них. Расширенный плюс приклад. Здесь, правда, не верняк совсем. 94. Есть. Фух, убили в два хода шесть человек. Все подлутали. Дальше подходим. Не, время есть, время есть. Только надо было сейчас покинуть. Да, вот и пак. Можно нет. Пошел Ивак. В смысле не в смысле ниндзя танчики же. Не, танчики тоже молодцы, конечно. Так, а вот эта пачка, да? Кто там? Раз, два. блин, к сожалению, я скорее всего немного торопился. Сейчас придется скорее всего просто ханкерить теми, кто впереди. ханкерим. Не добираемся мы до врагов, видите? Я бы еще дезориентацию порвел докинуть. К сожалению, никак. Если этот ход переживем, защита. Все, отлично, этот подтупил. Все, погнали. Взлом еще не пропускай, Миш. Что взлом? Подкрепление, небольшой запас материалов. Понятненько. Врыв, Ну, там не всех, но почти убили. Скорее всего, врыв 2 плюс инерция. Этому мы флангануть можем. Еще лутецкий. Да, островятник тащит. Третий взлом. Далее. Это не фланг. Это тоже не фланг. Это фланг, но у тебя пистолет пулемет, и тебя лучше закинуть на него дезориентацию. Типок там спорит относительно целесообразности нинси использовать. Ну, все, что ты говоришь, мы пробовали ежнеца, это ненадежный вариант. На одной миссии ты его сдашь, потом будешь месяц его ждать. Тебе званий не хватает для того, чтобы его восстановить. Потом не хватает, ну, еще миссию нужно выполнить успешно. Вот. И он только один. Короче, попробуй поиграть. Просто попробуй поиграть. Почему, Чумандр? Почему, во имя чего вы это делаете? Зачем новый трай? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию? Или вам просто страшно погибать? Хватит себя мучить, хватит начинать новый трайп, просто сдайтесь, командир сектоидов. Да нормально все, ты что? Все. Так, взрыв контейнера, кстати, у нас опасный. Открываем дверь. Дальше врываемся. Типок, уже обсуждали эту тему. По сути, твой вопрос, целесообразно ли неинстно такие миссии делать? Ответ да, по статистике да. Получается, ты где-то 50 на 50 либо фейлишь, либо не фейлишь миссию. Инженер или ученый, которого ты спасаешь, он стоит где-то 140-150 на данном этапе. А чтобы ниндзю сделать, тебе нужно 20 баксов и партизанок. Вот и все. Как бы, именно поэтому у меня сейчас 5 ученых, 5 инженеров. Эрштейн? Вроде, вроде, уже неоднократно объясняли ситуацию, но... но находятся у нас аналитики, которые сомневаются в эффективности стратегии. На последнем ходе навык взлома, будем пытаться. Давай. Конечно. Дроллер говорит, завтра мне лететь в Питер, пока не будет. Не надо, пожалуйста, 29-часовой стрим устраивать, не успею посмотреть. не могу обещать. Ну я бы сейчас поломал. нет, не сейчас. Зачем сейчас-то? У тебя и вака еще нет. Я жнецом прохожу, аккуратно мне норма. Значит, ты не на хардкоре играешь просто, если. Потому что там никак не без рандома нельзя. Увы. Значит, ты играешь не на айронмене. А если играешь на айронмене, то пилистрим мы заценим. Получили немного материалов дополнительно. И валим. Я реально пытался через жнеца это сделать, через его обилку. 4 хода КД, 2 хода действия. Ты никогда не застрахован. Ну его плюс не хватает. Ладно, расстреливаем с кончиком. С лазером оружием, конечно, поприятнее. Погнали. А вариант убить всех и не Аркадий не рассматривается? В смысле, где, когда? Ей речо поддержала, говорит, а чего так можно было? Мне иногда мне тогда послезавтра лететь в Алтай на неделю. Давай-ка не стрим, а то как же ж я посмотрю, чикипибарун. Что же ты ищешь, мальчик? Бродяга, да, точно. Чикипибарун. Леонид Агутин с нами. Могло быть все значительно хуже в этой миссии, друзья. Два выстрела 70 с небольшим плюсом. Спину с возможным критом это опасно. Гровлер говорит, и чтоб ты знал, я уже проходил на Айронмене, правда, не Икс Чом, а Хартов Айрон, все части, Европа Универсалис и Викторию, но это все считается и дает мне право советовать. Я не спорю вообще, ты можешь советовать. Погнали. Хорошее повышение. Гловорец здесь. Рейнджер. Ха. У меня звезда ринга нет. Есть. Ну, верный выстрел, я их так качаю. И еще повышение у ниндзя. Отлично. А, ну она такая. Она такая, она разведчик. Блин. Ну, мне легкий шаг не нужен. Давай все равно технику спецназа. Два ядра, 35 баксов автозаряжения, взлом плюс 6. Доступна новая взаимосвязь. Формируем. А это старый у нас Fallen, да? Нет. Хорошо. Так, хорошо. Что я хотел? Деньги у нас есть, плавы у нас есть, исследования у нас ведутся. Основы технологий, правда, можно изменить, попробовать. Можно тыкнуть боевую броню и потихонечку идти. Ресурсов нет, но вы держитесь. Можно вскрыть быстренько вайпера 5 дней и сделать отравленный патрик, что тоже поможет, конечно. Развед данные нельзя. Боевую не хочу, я хочу ресурсы вкидывать в этих искр. Они у меня будут впитывать. Скорее уж магнитку делать, чем боевую броню. Но, учитывая сложность, я, наверное, вскрою вайпера, реально. 5 дней это попроще будет. Три ранения, четыре ранения. Два из них улетят в 3-6 дней. Там есть парочка более серьезных. Что у нас здесь? Бдительность 8, продолжаем сканить. Бдительность 4, 1, материала, может прилететь уже миссия на... Да. Так что, давай-ка, поиск рекордов здесь. Я понимаю, что 70 бакс всего лишь. Тут рекрутинг, рекрутинг. Сканим, надеемся. Кого-то назначили, что за миссия? Три дня, разбойное нападение, конечно. Здесь рекрут появился. Еще назначение. А, выходит на связь. Там и на ложка летает, это мне сейчас может прилететь. Еще один рекрут. Ну, кажется, я пропустил уже миссию. Шесть дней захватите, начните освобождение. Кажется, да, я уже все. Отправляю, естественно, сюда пацанов. искра раз. Искра два. Ну, на прокачку имеется в виду. Хромовник, та же самая логика. Искрам нужно пушки делать новую. Модифицированный, расширенный магазин, модифицированный прицел. Был шаг. Санфиш, здравствуй. Что еще мы можем произвести? Немного. Одну пушку, и она того не стоит. Ладно, накидываем сюда спеца плюс гранатометчиком. Федотов. Аватар за коконом. У меня такие хреновые У меня тут два спеца в приказах, два этих в приказах. Так я их соединил хреново. Плохо они. Очень плохо. Заходите в предмет. Немножко не помещаемся, да? Насколько немножко там по часам? Три часа. Плохо. Если искру уберем, поместится кто-нибудь другой? Ну, типа рейнджер, например. Да, помещается. Ну, плюс у него есть там расширенный, там прицел, ставим лазерное оружие, опять же. И даже храмовнику можно что-то взять уже летом. В пятером, да? Ну что, храмовник хороший. Спецу взлом по БМку. не густым. Ну, что ж поделать. Ну, заморозка есть. Должны справиться. Погнали. Скрыли вайпером. И сейчас нужно сделать как минимум отравленные патроны. можно вскрыть копейщика очень быстро и сделать пушки нашим ниндзям. Они хорошие. Давай. Дальше в зону испытаний, где у нас искра делается. И пробуем сделать отравленные патроны. Вообще нужно игольчатые патроны сделать, но, видите, у нас уже деньги закончились. назначение в убежище еще одно. Милышка летает, меня смущает очень. Ладно, здесь давайте меняем ученого на снайпа. Тут раскачиваем убежище. Дальше. Прилю с кристаллой Иллирием и освободились у нас инжи. Три инжа на расчистке. Раз, два, три. Это последний ярус. Осталась одна открытая энергокатушка. Меня очень смущает она ложка. Прям очень смущает. Если мне в принципе люди с кем отбиваться сейчас, я же не отправил прям всех. Да, у тебя есть, если что. Но это ивент опасный, правда ведь? Еще одна искра готова. Делаются отравленные патроны. Весьма активно. Весьма активно. месяц закончился. Ой, какой прогресс. Ё-моё. Это двух она захватила на рандоме на низком. О-о-о-о. Точно цель плюс головорез. Так, у нас приказ новый. Следование брони. Все задания приносят больше ресурсов. не выдали мне пока приказ. 60 материалов назначаются в убежище. Так, давайте сейчас внимательно. Что мы будем делать? Тут почти 12 человек нарекрутировали. Тут 10, тут 8. Везде сравнительно низкая бдительность. А-а-а. А, вот, здесь высокая бдительность, 4, все. Значит, мы уходим в конспирацию, оставляем людей на материалах двух. Про этот регион забыли, да? Где мы будем сканить? Сила Адвента 1, но бдительность 8. Тут нормальной миссии не найти. Здесь нам нужно делать, собирать материалы. Сканить 4, 2, что ли? Можно даже в двух регионах сканить. Да, давай в двух регионах. Ну, здесь все, мы уже ничего не найдем. Здесь можем найти проблем. Соответственно, собираем немножко материалов. быстрее реакции, время стекла подкрепления будут не так. Сейчас черный рынок залечу. Посмотрю, что здесь. Вот двух штурмовиков, которых на рандоме просто труп призрака пользуется популярностью. нечего продавать особо. Погнали. Сканим, ищем миссии. Доделываем потихоньку лазерное оружие. Рейд, где? Нашли все-таки, да? Четыре дня, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, и он прилетел. Я его, как я его, я же всех уже убрал. Четыре дня, разве данные есть? Там, мы в прошлый раз тремя взяли. Так, кем пойдем? Кем мы туда пойдем? Искра, конечно, очень сильно помогла, плюс у нее есть хорошая пушка. Скорее всего, надо вытаскивать снайпов, делать им лазерные пушки, брать еще ниндзю топового какого-нибудь, типа для разведки. То есть, страховка этой искра от танкования. Давай, посмотрим. Это очень хорошо. То есть, все-таки сработала тема, все-таки мы нашли с приемлемым результатом. Вот, у нас есть слон, которому нужно сделать лазерную винтовку. Оружие. Лазерное копье. Раз. Повстанцы еще сутки дорабатывают. Да, я это слышал, но иногда спустя три дня мы находим что-то в таких местах. А-а-а, избавляется от негативных свойств топовый ниндзя, но у нас есть вот такой замечательный ниндзя. То есть, хорошо, окей. Искра топовая тоже. Пушку поставить только им. Вопрос, сколько у нас снайпов поместится. Давай-ка. Сейчас я оставлю их в том месте, откуда людей буду вытаскивать. Не, мы просто полетели на рейд там уже все менеджерим больше ничего не докупим на последние деньги последнюю пушку все больше ничего не делаем обязательно закидываем развед данные берем то бишь человек 20 человек ой-ой это те не 10 12 прошлый раз ты чё 16 18 это как было 20 сейчас 16 18 не мы дальше ну допустим еще сюда 16 18 допустим еще сюда 16 18 4 человек 16 18 5 если мы хотим то это уже 20 ё-моё до хрена народу до хрена то есть вчетвером вчетвером капец опасно ну базовое проникновение очень надо брать трех снайпов получается ниндзя и искру трех снайпов не для трех снайпов кушать нет ай-яй-яй-яй-яй-яй кто у меня встретил снайпу а ну не рейнджер точно гранатометчику можно взять заморозкой вытаскиваем 2 да вот эта задача на меня есть два хороших снайпера и снайпер здесь хороши потому что миссия без ограничения на количество времени времени а игорь андрей что тоже господствующие есть мне кажется это может быть губчанский ну губчанский улетишь так это пётр слон и игорь андреевич дэмбл блин у два снайпа это маловато будет допустим гранатометчик может быть даже не искра посмотрим как там может поместиться больше людей точно ниндзя потому что для подсветки те нужен человек 13 15 на двоих 16 18 на четверых 16 18 на четверых двадцатка на пятерых любой пятый добавляет еще один пак о ребят дилемма ну понимаете ценность миссии ценность миссии я наверное да от ивака буду отыгрывать искру возьму потому что ну она как бы стоит этого пака не понял а где подождите там другая пушка другую пушку взял ладно на куи барракс погнали чувствую пожалеет тяжелый рельсотрон да ладно и где у тебя заморозком заморозки нет заморозки нет так гранатометчика все равно надо оставлять блин ну с миссии если я вытащу сейчас людей мало того что миссия пропадет так еще и не ну заморозка здесь очень нужна так тебе персональный боевой еще бы выдать какой непонятно только поле взлом защиты резкость зрения с высокой позиции давай так резкость меняем пушку давай даже так меняем пушку но не сегодня друзья я уже ужин готовят да это будет очень очень важное решение но в целом по плану мы сегодня потеряли конечно мантича не самого нулевого ниндзя потеряли еще пару тройку леммингов но в целом миссии выполняли регион не подключали но не было никаких возможностей то есть ни контакт нам не давали ни это самое только скидку получили отбили террор без вообще каких-либо проблем только двух леммингов потеряли и тейки ранение получили довольно бодренько сейчас идем по исследованиям потому что ученых инженеров по 5 штук на этой стадии все хорошо по плану у нас идет изготовление искр их уже штуки 4 а то и вот пятая сделалась не уверен 4 кажется быстренько вскрываем патрики новые лазерку получили ресурс ограниченный поэтому не делаем пока что броню не делаем пока что броню вот приклад вот прицел вот глушитель давай-ка может влезем по глушакам а ну а вдруг по глушакам реально влезем я там навешал на вторую пушку улучшение ну все тороплюсь не надо уже этого делать да друзья все хватит спасибо что смотрели увидимся с вами завтра сначала будет варик потому что хавка у нас в полуфинале тэдкапа начало ориентировочно в 2 часа приходите а потом скорее всего мы будем добивать икс чемом потому что ну вы видите тут процесс идет надо пытаться отбиваться и на ложке летают миссии выполняются кое-как но тем не менее жестких важных людей не теряли там ни заступников ни специалистов ни гранатомерщиков все нормально потеряли вот ниндзю одного мантича повторюсь и двух а то и трех леммингов на аркадных миссиях но это как бы планово так что пока жить я думаю можно спасибо до завтра заходите на гг пока пока пока